то его дочь осталась в храме Циньтан. Князь Хань не стоит называть меня старейшиной, просто зовите меня по имени Старейшина Лин. Чиньшо было слишком неловко называть практиков по имени, но он был рад, что отношение секты к нему изменилось. Император хочет нас видеть, пусть приходит сюда один, остальные же должны остаться за пределами деревни, ответил парень, зная, зачем сюда пришел мужчина. Глава 4406. Праведное дело, хорошо. Чиньшо кивнул, затем взглянул на Линьсянцу. Молодой генерал спешно направился ко входу в деревню, где окликнул императора. Бессмертные приглашают вас к себе, но войти можете только вы один. Мужчина не ожидал такого предложения. Ваше Величество, вы не можете идти туда в одиночку. Запротестовал Ци. Если вы трус, то так и скажите, и не тратьте наше время, сказал Линьсянцу. Император махнул рукой в сторону Евнуха. Ты же вернулся из этой деревни живым, разве будет бессмертной что-то делать мне, обычному человеку? Жди здесь, а я пойду поговорю. После чего мужчина бесстрашно вошел в деревню. По пути многие деревенские смотрели на него. Староста, это правда наш император? Да. С радостью в глазах ответил старик. То, что император лично посетил их деревню, он обязательно запишет в анналы истории Хуанши. Пусть следующие поколения знают об этом и дорожат. Вскоре мужчина прибыл к храму Северных Небес, где увидел Линханя и сразу же поприветствовал его. Чинь Юй рад видеть бессмертного. Я слышал, ты хочешь нам что-то сказать? Можешь говорить? Император Чинь несколько смущенно сказал. Я должен доложить об этом тому мастеру, что находится в горах, если, конечно, вы не возражаете тому, что в горах. Парень слегка нахмурился. Император, чего вы хотите? Вы знаете, что тот старший. Он даже для нас недосягаем, а два вас и подавно. Холодно фыркнул Чинь Шо. Дядя, это дело имеет прямое отношение к нашей семье. Всех тех пропавших людей забрал мой отец. Он тренирует злую технику. Если мы не доложим об этом тому старшему, то наш клан Чинь в итоге будет уничтожен. Что? Он практикует демоническую технику. Князь был поражен, а затем вспомнила Евнухи о том, что произошло за пределами столицы. Все сходятся. Оказывается, его старший брат тоже практик. Лин Хань призадумался над словами императора. Он не знал, каким был тот мастер в горах, но, скорее всего, праведным. А как всем было известно, праведные практики всегда воюют с приспешниками демонического пути. Все, что ты сказал, правда. Если нет, то за вранье ты потеряешь свою жизнь, предупредил парень. Конечно, правда. Однако подробности я могу рассказать только тому старшему в горах. Все это слишком сложно. Уровень практики моего отца уже достиг сферы золотого ядра, сказал Чин Юй. Золотое ядро. Мастер секты Северных Небес вышел из храма, слегка насупившись. Неужели в империи Чу действительно есть мастер сферы золотого ядра? Когда Чин Юй увидел мужчину средних лет, то стал вести себя покорнее. Потому что аура незнакомца была намного тяжелее, чем у его отца. Ты можешь гарантировать, что сказанное тобой, правда? Спросил глава секты. Разумеется. Хорошо, я сам отведу тебя к тому старшему. Чин Шо поспешно сказал. Мастер, прошу, возьмите меня, я хочу увидеть Чин Линь. Ладно. После чего мужчина взмахнул рукой, поднял Чин Шо и Чин Юя в небо и направился к храму Цинь Тан. Через пару секунд все трое предстали перед Босским храмом, где в тот же момент появились две фигуры. Они были облачены в бронзовую броню и источали ауры, будоражащие сердца. Когда император увидел их, он был сильно напуган. А все из-за зловещего ощущения, которое возникло у него на душе при одном лишь взгляде на них. Господа, мы пришли увидеть мастера Бэйсюэня, сказал глава секты Северных Небес. Он не знал, что разговаривает с зомби. Однако вскоре из храма вышла фигура. Дагаутзы посмотрел на них и, увидев Чин Шо, кивнул, чем польстил мужчину. Зачем пришли? Спросил мальчик. Мастер секты объяснил причину. Вы глава империи Чу, Дагаутзы осмотрел мужчину с ног до головы. Следуйте за мной, но я не обещаю, что мастер вас примет. Император почувствовал облегчение и быстро последовал за ребенком. Вскоре они оказались перед двором. Мастер император Чин Юй просит у вас аудиенции. Спустя пару секунд Нин Ци вышел со двора и в тот же момент с неба спустилась фигура. Господин, я отметил на листе все места, где сосредоточены наибольшие скопления духовной энергии. Хау Цин подошел к мальчику, протягивая нефритовый листок. Мастер секты Северных Небес был ошеломлен той аурой, что исходила от незнакомого ему священника. Нин Ци осмотрел своеобразную карту и понял, что ему будет очень легко добраться до тех мест. Убрав лист, мальчик обратил внимание на Чин Юя. Что ты хотел мне сказать? Император немедля выговорил все, что планировал. Чем больше Чин Шо слушал его, тем сильнее он был потрясен. Получается, что в империи Чу с древних времен жили демонические практики. По словам императора, он не мог наблюдать за злодеяниями своего предка, поэтому и не стал практиковать ту технику. А когда узнал, что в деревне Хуанши появились бессмертные, то сразу же поспешил сюда за помощью. Старший брат на самом деле поглощал кровь невинных людей. Князю Хань было тяжело в это поверить. Дядя, это абсолютная правда. Я пришел сюда только потому, что другого выхода у меня нет. Чин Юй пытался делать вид, что он был жертвой обстоятельств. Глава 4407. Как будем с этим разбираться? Старший, если все так, то его отец должен быть демоническим практиком, сказал глава Северных Небес, посмотрев на Нин Ци. С какой целью ты решил раскрыть правду своей семьи и просишь у нас помощи убить их? Спросил мальчик у Чин Юя. Цель? Император сначала застыл, но опасаясь, что его истинные мотивы могут раскрыть. Быстро опустился на колени и сказал. Старший, в моем сердце страдания людей – самая большая боль, которую я испытывал на протяжении всей моей жизни. Прошу вас, помогите мне. Нин Ци не поверил его словам, но он пока не мог понять истинных помыслов этого скользкого человека. В тот момент, когда мальчик хотел спросить что-то еще, внезапно возле храма раздался голос. Старший брат Джоутун, старший Бай, вот это место. Посмотрите на этих двух бронзовых зомби. После чего раздался громкий хлопок, а затем прямо к ним во двор прилетели два зомби. От их тел еще поднимался белый дым, но почти сразу они превратились в кучи пепла. Мастер секты Северных Небес, император Чинь, Чинь Шо и другие были ошеломлены произошедшим. Сюда пришел враг. Ся Юэ, Ли Чоу, Ху Чин Цзы, госпожа Ли, Чинь Лин и другие выбежали из внутреннего двора, когда услышали шум. В это время в храм вошли три фигуры. Как только Фэну увидела Нин Ци, в ее глазах промелькнула насмешка. Ты не ожидал, что я приглашу на помощь старейшин региона сточенных гор. Твои бронзовые зомби теперь действительно стали трупами. Чжоу Туна смотрел всех присутствующих с открытым презрением. Практика здешних людей была невысокой. Однако после он заметил Хау Цина и в шоке начал заикаться. Старший дядя, о ком ты? Спросил Бай Юэ. Мастер Бай, старший дядя тоже здесь, сказал парень. Старший дядя? Мужчина, наконец, увидел Хау Цина, и в тот же момент его охватил ледяной пот. Он поспешно сделал шаг вперед и поклонился. Бай Юэ приветствует старшего брата. Старший брат, он, недоумение охватил Афину, но затем она пришла в восторг. Раз даже Бай Юэ был таким почтительным с этим молодым боссом, то, скорее всего, он был самым сильным, за исключением Цзян Чжиня. Хау Цин все еще помнил о своем прошлом, поэтому, увидев двух знакомых, слабо улыбнулся. Глава секты Северных Небес и другие не понимали, что здесь происходит. Враги, ворвавшиеся к ним, оказались младшими этого священника. Хау Цин посмотрел на Афину. Ты потратила столько усилий, думая, что это место – гнездо демона. Старший, так и есть. Ради уничтожения зла я была готова проделать еще более долгий путь. Уважительно ответила девушка. Господин. Она сказала, что вы демон. Как будем с этим разбираться? Поинтересовался парень у нинцы. Фэну резко застыла. Бай Юэ и Чжоу Тун также были шокированы. Господин. Сильнейший ученик Цзян Чжиня назвал хозяина этого места господином. Черт, у нас проблемы, он тоже святой. Подумал побледневший Бай Юэ, чье тело качнулось в сторону и он почти что упал. Чжоу Тун, очевидно, думал в том же ключе, поэтому выглядел схоже. По сути, ведь это он привел их сюда. Более того, Бай Юэ убил двух зомби, что охраняли вход в это место. Убей ее, а заодно уничтожь секту Феникса, которой она руководит, приказал нинцы. Хорошо, кивнул Хау Цин. Напуганная Фэну завопила. Нет, подождите, это какое-то недоразумение. Она не понимала, каким образом первый ученик Цзян Чжиня оказался знаком с этим мальчишкой. Если бы она знала об этом раньше, то ни за что бы не пошла в регион сточенных гор. Недоразумение? Слишком поздно сожалеть, покачал головой Хау Цин и посмотрел на Бай Юэ, давай. Да, старший брат. Кивнул мужчина, немного успокоившись, а затем уставился на девушку со всем испытываемым гневом. Старший Бай, подождите. Фэну, пятись назад, попыталась остановить его. Иди к черту. Фыркнул мужчина и ударил вперед ладонью. Он использовал тот же навык, которым уничтожил двух зомби. Девушка не успела среагировать, как ее поразила молния и она превратилась в кучу пепла. Все, кто застали эту картину, были напуганы. Фэну была сильным мастером зарождения души, но умерла так быстро, будто ее практика ничего не значила. Думая о силе Бай Юэ и Хау Цина, мастер секты Северных Небес почувствовал себя невероятно слабым. Глава 4408. Торговцы детьми, старший, нас обманула эта женщина, поэтому, прошу вас, не гневайтесь. Я готов возместить ущерб за уничтоженных мною зомби. Убив Фэну, Бай Юэ обратился к нинцы. Они отвечали за охрану, и раз уж ты их убил, то займешь их место. Мужчина почувствовал облегчение и сразу же кивнул. Хорошо. Присмотреть за храмом было пустяковым делом. Главное, чтобы это не заняло много времени. Тогда в секту Феникса сходишь ты, сказал Хау Цин, обратившись к Джоу Туну. Понял. Секты Феникса больше нет, сказал про себя мастер Северных Небес. После чего мальчик выдал задание Хау Цину, чтобы тот проверил, все ли было так, как сказал император. Парень тотчас схватил чинью и исчез, не дав тому среагировать. Нинцы же отправился в места, отмеченные Хау Цином. Он предположил, что если обойдет их все, то, скорее всего, соберет достаточно духовной силы, чтобы повысить свою практику. Джан Ма Цзы, вижу, ты многого добился на острове Хэ Цзэ. Если тебе удастся продать этих детей с духовными корнями подороже, то сможешь позволить себе хорошую алхимию. Кто бы говорил, у тебя тоже неплохой улов, целую сотню собрал. Что поделать, те люди такие глупые. Мне достаточно было сказать им, что я буду обучать их детей бессмертию, и они сами стали приводить их ко мне, вдобавок еще и красного золота надавали. В порту, на палубах двух кораблей, что вот-вот собирались обчаливать, стояли два практика зарождения основ, которые общались друг с другом через звуковые послания. Содержание их разговора сразу же привлекло Нинцы, случайно проходившего мимо этого места. Он тихо поднялся в небо, завис над двумя судами и с помощью бессмертного глаза осмотрел их. За исключением нескольких охранников, на кораблях было много детей одного возраста. Эх, жаль, что у нас недостаточно сил воспитать этих детей лично. Так бы нам не пришлось задешево продавать их другим. Джан Ма Цзы, ты такой жадный. За каждого ребенка нам по меньшей мере заплатят 10 тысяч красного золота, а сколько, по-твоему, стоит обучить одного практика? Лучше уж продать их. В обычное время, конечно же, выгоднее было бы оставить их, но из-за произошедшего 6 лет назад, когда Нинцы услышал это, он сразу же показался перед ними и спросил. Все эти дети на ваших кораблях, они родились в один и тот же год, в один и тот же месяц и в один и тот же день? А откуда ты взялся, мальчишка? Спросил удивленный Джан Ма Цзы. Другой человек быстро поклонился. Джоу Цзю приветствует старшего. Мальчик так незаметно появился рядом с ними, а значит, он как минимум в сфере золотого ядра. Только после этого Джан Ма Цзы также среагировал и поклонился. Вы торгуете людьми? Спросил Нинцы. Джоу Цзю замахал руками. Старший, не поймите неправильно, мы вовсе не торгуем людьми, нас максимум можно считать посредниками. У всех этих детей есть духовный корень, обучать их нам не по силам, поэтому мы за определенную плату передаем их сектам. В будущем они смогут спокойно вернуться домой, когда станут намного сильнее, добавил Джан Ма Цзы. За прошедшее время они уже сталкивались с подобными вопросами, поэтому не боялись, поскольку, по их мнению, не делали ничего плохого. В конце концов, все эти дети поступят в разные секты и будут развиваться. Нинцы улыбнулся и тут же высвободил сферу призрачного мира, мгновенно покрывая большую площадь вокруг. Прежде чем Джан Ма Цзы и Джоу Цзю успели среагировать, они поняли, что оказались в странном месте. Однако спустя пару минут все вернулось в норму. Двое мужчин стали смотреть на мальчика с опаской и благоговением. Хотя они не понимали, что только что произошло, но эта техника их напугала. Даже так будет довольно тяжело найти их. Посетовал про себя Нинцы. Он восстановил воспоминания всех детей на суднах, но не почувствовал среди них никого из знакомых, поэтому отозвал сферу и снова запечатал их. Хотя они, вероятно, не смогут сломать эту печать за всю свою жизнь, но если у них получится достичь сферы возрождения Бога, то их память восстановится. Без его воздействия для этого им нужно было бы достигнуть сферы святого, так что, можно сказать, он им помог. У меня есть к вам предложение, возьметесь предложение. Двое мужчин улыбнулись, предположив, что ему тоже нужны дети с духовным корнем. Старший, если вам понравился кто-то из этих детей, то мы готовы отдать вам его за небольшую плату, предложил Джоу Цзю. Вы неправильно поняли, отведите меня к тому, кому вы продаете их. А, тогда, старший, прошу на борт. Подождите, старший, лучше садитесь ко мне, так мы быстрее доберемся до нужного места. Спешно предложил Джан Матзы. Не стоит, мы в любом случае достигнем цели. Мальчик спустился на корабль Джоу Цзю и улыбнулся Джан Матзы. Джоу Цзю самодовольным видом крикнул товарищу вперед, после чего два корабля тронулись в путь. Под действием особой формации скорость судов была на порядок выше обычной, поэтому им не потребовалось много времени, чтобы добраться до небольшого острова, где их уже ждали люди. Когда они увидели нинцы рядом с Джоу Цзю, их глаза загорелись. У этого ребенка яркие глаза и величественное лицо. Вероятно, он самый талантливый. Может, нам оставить его себе? Давай, у нас накопилось много красного золота. Затем пара подошла к мужчине и один из них сказал. Брат, ты хорошо потрудился, мы хотим купить этого мальчика. Джоу Цзю смущенно ответил. Друзья, это старший, а не один из детей, которых я собираюсь продать. Старший? Какой такой старший? Оба были ошеломлены, но затем, наконец, все осознали. Мне нужно кое-что обговорить с владельцем вашего острова, где он? Спросил нинцы, не обращая внимания на недоразумение. Глава 4409. Секта Великой Пустоты Остров Шичуань – один из немногих островов, контролируемых практиками в этом морском районе. На нем живет около миллиона простых рыбаков. Следуя за Джоу Цзю и другими, нинцы добрался до особняка Ли Шичуаня, владельца острова. Ли Шичуань – мастер золотого ядра. Когда он увидел мальчика, то был потрясен его аурой, которую нинцы высвобождал намеренно. Старший Бай Сюань. Вы хотите осмотреть детей с духовными корнями, которых мы нашли на острове Хэйцзэ? Спросил мужчина. Мальчик кивнул. Да, это можно считать сделкой. Если вы выполните мою просьбу, то я в долгу не останусь. Например, могу подсобить вам, в случае если вы столкнетесь с сильным врагом. Ли Шичуань предположил, что нинцы был одним из тех старших, которые ведут довольно закрытый образ жизни и чаще всего набирают учеников самостоятельно. Старший Бай Сюань, тогда договорились, а сколько вас всего работает в этой сфере? Поинтересовался мальчик. Мужчина немного замялся, но затем дал ему довольно длинный список. Исходя из полученной информации, нинцы понял, что каждый подобный остров в месяц собирал около сотни детей, а это значит, что в год их количество достигало более 10 тысяч. Мальчик предположил, что если ему повезет, то он сможет легко найти Фан Лэн Мин и других. Осмотрев всех детей на острове Шичуань, он направился на остров Хэйцзе, где договорился с местным главой о такой же услуге. Подобное продолжалось довольно долго, но пока ему не удалось найти ни родных, ни друзей. Однако нинцы не расстраивался, он понимал, что найти небольшую группу людей среди миллиардов перерожденных было все равно, что искать иголку в стоге сена. Осталось последнее место. Мальчик взглянул на список. Джоу Цзю несколько испуганно сказал. Старший Бэйсюань, там находится секта Великой Пустоты, а их глава – мастер сферы Возрождения Бога. Почему бы вам просто не забыть об этом месте? Такая крупная секта занимается тем же делом, что и вы. Сама секта нет, но вот ее люди. Зная, насколько легко на этом можно делать деньги, они не грешат подзаработать. Секта Великой Пустоты очень известна, поэтому куда бы ни шли ее мастера, они каждый раз возвращаются с большим количеством одаренных духовным корнем детей. Они даже у нас многих отняли, проворчал мужчина. Сколько детей они собирают за месяц? Около трех или пяти тысяч. Тогда нам тем более нужно заглянуть туда. Секта Великой Пустоты находилась не на острове. Джоу Цзю знал лишь направление, в котором она располагалась, но не ее конкретное местоположение. По дороге они встретили несколько практиков и с их помощью через день добрались до секты, которая, как оказалось, находилась на высокой горе. Господа, у вас есть чье-то приглашение в нашу секту? Спросил стражнику ворот. Нинцы покачал головой. Нет, я впервые пришел к вам. Мне нужно встретиться со старейшиной Линим. Именно этот старейшина, что был практиком зарождения души, занимался сбором юных обладателей духовного корня, а затем передавал их другим вассальным сектам, чтобы те их продавали. Так что, если Нинце нужен был результат, то обращаться стоило как раз к этому человеку. Со старейшиной Линим. Вы его старый друг? Спросил с подозрением стражник. Старейшина Линимел высокий статус в секте. Обычные практики не имели права с ним встретиться, поэтому впускать вот так без разрешения этих двоих стражник не мог. Сперва ему нужно было убедиться во всем, чтобы потом не получить нагоняй. Я хочу обсудить с ним один деловой вопрос. Просто передай, что мы пришли с ним поговорить, попросил мальчик. Мужчина слегка нахмурился и неохотно сказал. Ладно, подождите здесь. После чего он ушел, но перед этим наказал другим стражникам следить за ними. Нинцы и Джоу Цзю спокойно ждали, как вдруг позади них раздался громкий шум. Ко входу в секту направлялась большая шумная группа, но когда они собирались войти, то заметили мальчика и мужчину. Один из практиков по какой-то причине с гневом закричал на Джоу Цзю. Ты же с острова Шичуань, как ты посмел прийти сюда? Мужчина внимательно посмотрел на обратившегося и резко нахмурился. С этим человеком у него были натянутые отношения. Несколько лет назад они оба прибыли в небольшой городок, где намеревались забрать детей с духовными корнями. По стечению обстоятельств тогда у Джоу Цзю была группа помощников, поэтому он легко сокрушил отряд практиков из секты Великой Пустоты и забрал детей. Вот только тогда мужчина не знал, что обидел того, кого не следовало. Младший брат Хуан, я помню, ты ранее говорил, что Джоу Цзю с острова Шичуань украл у тебя 30 детей, это он и есть? Спросил лидер группы, от которого исходила аура Золотого Ядра. Он был самым талантливым учеником старшего леня, за что тот его сильно холил и лелеял. Старший брат Джоу, это он. Он избил меня еще до того, как я успел сказать свое происхождение. Завопил младший брат Хуан. За последние пару лет парень несколько раз отправлялся на остров Шичуань, но отомстить ему мешал лишь Шичуань. В итоге ему пришлось отложить это дело до лучших времен. Кто же знал, что этот наглец сам придет к его секте? Произошедшее ранее, просто недоразумение, сказал Джоу Цзю, испытывая легкую дрожь. Ха, ну тогда сегодня мы с тобой и уладим это недоразумение. С этими словами младший брат Хуан замахнулся на мужчину. Он был уверен в том, что Джоу Цзю не посмеет ответить, так как они находились прямо перед его сектой Великой Пустоты. Глава 4410. Кто разозлил его? Разумеется, мужчина боялся сделать хоть что-то перед воротами секты Великой Пустоты, но внутренне он был готов к смерти. Он был горд и лучше выберет смерть, чем унижение. Однако в тот момент, когда атака младшего брата Хуана должна была обрушиться на него, невидимая сила тут же оттолкнула нападавшего. Джоу Цзю заметил это и покосился на нинцы. Он был шокирован и благодарен старшему, от которого не ожидал подобной помощи. Практики секты Великой Пустоты были удивлены. Некоторые из них подбежали к парню, чтобы проверить его состояние. В это время старший брат Джоу уставился на мальчика, а группа стражников окружила пару. Кто ты? Ты хоть знаешь, что находишься возле секты Великой Пустоты? Как ты смеешь нападать на ее ученика? Рассерженно спросил старший брат Джоу. Нинцы же был равнодушен. Джоу Цзю привел меня сюда, а вы, не спросив у меня, напали на него. Вы думаете, что у вас есть на это право? После чего мальчик посмотрел на стражников. Если этот ваш старейший на линь через три секунды не появится здесь, то я разнесу вашу секту. Джоу Цзю, как и другие, находящиеся вокруг, был ошеломлен. Всем казалось, будто они услышали самую глупую и смешную шутку в мире. Расс, сказал Нинцы. Ты хоть знаешь, насколько силен наш предок? Откуда в тебе столько смелости утверждать, что ты разрушишь нашу секту? 2. Улыбнулся мальчик, игнорируя то, что говорили люди вокруг. Тогда позволь мне досчитать до трех. Сказал старший брат Джоу. Нинцы тотчас ударил кулаком, обрушив ужасающую силу прямо на ворота секты. Этой силы было достаточно, чтобы активировать защитную формацию, которая больше походила на золотую сеть, что вспыхнуло в небе. Старший брат Джоу и остальные были в шоке от решимости мальчика. Только после этого они задумались о том, что перед ними, вероятно, мастер сферы возрождения Бога. Одна лишь мысль об этом заставила всех побледнеть. Старший Бэйсюань должно быть в сфере возрождения Бога. Джоу Цзю испытывал сильное удивление. Мужчина подумал в таком ключе, ведь только мастер этой сферы осмелился бы выступить против секты Великой Пустоты. Шум у входа в секту начал привлекать людей. Первыми сюда прибыли четыре мастера зарождения души, что тут же подошли к нинцы. В то же время стражник, который должен был отправиться к старейшине Линю, спрятался и с ужасом наблюдал за происходящим. Он намеренно не пошел к старейшине, считая, что группа старшего брата Джоу разберется с незнакомцами, но кто же знал, что один из них окажется настолько сильным, что осмелится напасть на их секту. Кто ты такой и как смеешь нападать на нашу секту? Спросил один из мастеров зарождения души. Но как только он задал вопрос, все четверо оказались в сфере призрачного мира. У них не было времени среагировать или позвать на помощь. Они попросту угодили под влияние нинцы так же, как и Хауцин. Разнесите это место, приказал мальчик. Есть. Ответили хором практики, после чего разделились и на глазах у всех начали разносить секту. Старший брат Джоу и остальные были ошеломлены, они не понимали, что происходит. В то же время откуда-то из центра секты появилась мощная аура. Что вы делаете? Мастер с мощной аурой в шоке уставился на четверых практиков зарождения души, но те его проигнорировали. Предок. Ученики обрадовались появлению главы секты. Когда мастер секты великой пустоты увидел, что четверо старейшин никак на него не отреагировали, то сразу понял, что должно быть их что-то контролирует, поэтому он тут же посмотрел на нинцы. Товарищ, мы тебе не враги. Зачем ты это делаешь? Я говорил, что если не увижу старейшину линя через три секунды, то разрушу вашу секту. Я, как человек, который держит свое слово, естественно, выполняю сказанное. Ответил мальчик. Лицо старшего брата Джоу побледнело, так как он лично помог парнишке досчитать до трех. Однако он и подумать не мог, что сила этого ребенка окажется настолько огромной, что даже четверо старейшин попадут под его контроль. Товарищ, давай спокойно поговорим, не нужно прибегать к насилию, сказал глава секты. Я тут уже долго жду и терпение мое иссякло, но вам не нужно бояться, спустя сто лет я освобожу вас, улыбнулся нинцы. В сердце предка секты вспыхнул гнев. Из слов мальчика было понятно, что он хочет завладеть его душой. Однако он этого не позволит. Спустя пару минут, мастер секты великой пустоты подошел к нинце и поклонился. Тайсю и приветствует господина. У старшего брата Джоу, младшего брата Хуана и других отпала челюсть от услышанного. Почему их предок сдался врагу так быстро? Неужели перед ними мастер, сила которого даже выше, чем у их главы? С этого момента больше не продавайте детей с духовными корнями, собирайте их у себя, а я уже разберусь, что с ними делать, приказал нинцы. Да, кивнул Тайсю и теперь приведи мне всех детей, которых вы еще не разослали. Вскоре перед мальчиком выстроилась сотня детей. За пару минут нинцы осмотрел их и разочарованно покачал головой. Дайте мне список других сект, что занимаются подобным, попросил мальчик. Мастер секты указал на одного из практиков зарождения души. Этим делом занимается старейшина линь. Подойди, приказал нинцы тому старику, на которого указал Тайсю и. Старейшина линь предстал перед мальчиком и спешно передал ему список. На листе были записаны все секты, что промышляли схожим бизнесом. Нинцы показал список Джоу Цзю. Ты знаешь, где они находятся? Приблизительно. Хорошо, пойдем, сказал мальчик. Затем нинцы и мужчина ушли, оставив позади себя разрушенную секту. Четверо практиков зарождения души пришли в себя. Воспоминания о том, что они сделали, были свежи в их памяти. Ну и кто разозлил его? Спросил Тайсю и. Кто-то указал на стражника. Предок он специально не уведомил старейшину линя, поэтому тот старший рассердился. А еще из-за младшего брата Хуана. Слушая ответы учеников, мастер секты великой пустоты стал выглядеть еще мрачнее и злее, чем прежде. Глава 4411. Драматическая сцена империя Чу. Чинь Юй проводил Хау Цына в глубины дворца. Отец императора предположил, что его сын привел сюда тех практиков из деревни, поэтому оделся и вышел встречать гостей. Он на самом деле притворялся, что умирает. Император Чинь был в ярости. Старший из деревни Хуан Ши. Старик поздоровался с парнем. Я Хау Цын, представился до ос. О, старший Хау. Улыбнулся старик. Он сказал мне, что ты практикуешь демоническую технику и используешь для этого эссенцию крови невинных людей. Старик опешил. Самая большая тайна их империи была раскрыта. Но ведь его семья так старалась не допустить этого, потому что тогда их сочтут приспешниками дьявола и впоследствии уничтожат. Понимая, какую ошибку сотворил Чинь Юй, старик уставился на него. Ты, отец, все, что ты сделал за эти годы, я больше не мог этого выносить. Несчетное число людей погибло от твоих рук. Если так и продолжится, то в нашей империи просто никого не останется. Старик столько лет был у власти, поэтому почти сразу понял, почему сын предал его. С кривой улыбкой на лице он ответил ему. Ты глупец. Это основа нашей семьи и империи. Ты испугался того, что я не передал бы тебе свою практику, получив технику, которая могла бы продлить мою жизнь. Ты хоть понимаешь, что, потеряв мою поддержку, недолго просидишь на троне. Отец, я никогда не жаждал власти. Старший, я действительно поглощал эссенцию крови людей, но это исключительно из-за моей техники. Поскольку моему императору не нравится то, что я совершал, прошу вас избавить империю от этой напасти. Вы оба такие смешные, боитесь смерти и потери власти, поэтому врете сами себе, своим родным и мне. Хау Цин покачал головой и ударил стоявшего перед ним старика, отправляя того к праотцам, а затем сделал то же самое с императором Чинью Им, который совсем не предполагал подобного поворота. Стоявшие рядом Евнухи были из секты Врат Дракона. Когда они увидели произошедшую картину, то от ужаса побоялись даже шелохнуться. Я чувствую от вас сильный запах крови, значит вы тоже причастны ко всему этому. Нехорошо отпускать двух императоров на тот свет без свиты, так что следуйте за ними, проговорил парень. Вскоре молодой священник покинул дворец. Спустя несколько часов весть о смерти императора и его отца разнеслась по округе. Однако распространение информации быстро пресекли старейшины семьи Чинь. В данный момент на троне восседала грациозная женщина, которая являлась императрицей империи Чу. Всем оставаться во дворце, никому никуда не уходить. Те, кто нарушат приказ, будут наказаны, приказала императрица спокойным тоном. Но некоторые все же почувствовали, что она была напугана. Императрица, я слышал, что император и его отец, они все должны забыть об этом, будто этого никогда и не было. Строго наказала женщина. Старый министр колебался, но в итоге сдался и опустил голову. В этот момент снаружи вдруг раздался голос Евнуха. Прибыл глава дворца небесного знамения. Императрица сразу же почувствовала себя более расслабленно. Всем в империи Чу было известно, что на их территории находилось только две секты. Врата дракона и таинственная секта. Одна из них занималась охраной императорской семьи, а другая имела с ней личные связи и часто сотрудничала. Так вот, главой таинственной секты как раз был мастер дворца небесного знамения. Люди посмотрели на вход в зал, где увидели мужчину средних лет, что медленно вошел в помещение, держа на руках девочку лет пяти. Все здесь. Мужчина осмотрел присутствующих с легкой добродушной улыбкой, после чего скромно поздоровался с императрицей. Цаамин прибыл по вашему поручению. Цаамин, почему ты не встаешь перед императрицей на колени? Спросил мужчина, похожий на генерала армии. Мастеру дворца небесного знамения не нужно вставать на колени, сказала женщина и бросила строгий взгляд на генерала. Господин Ню, вы ставите под сомнение правила предков. Нет, я не посмею. Спешно ответил генерал и замолчал. Поскольку все собрались, хочу открыто заявить, что император и старый император погибли от рук практиков. Объявила императрица и рассерженно посмотрела на министров. В нашей империи Чу действительно появилась группа бессмертных. Вам лучше забыть о месте, в противном случае вся страна будет уничтожена, сказал мастер Цаамин. Люди не понимали, почему он был так спокоен, когда сказал это. Что за практики? О ком идет речь? Спросил один из министров. Есть то, о чем вам неизвестно, но так даже лучше. Меньше знаешь, крепче спишь. Ответил мужчина, после чего предложил, нам нужно как можно быстрее избрать нового императора. Я предлагаю вернуть князя Хань и могу лично отправиться за ним в деревню Хуанши. Что вы на это скажете? Князь Хань, нет. Как мы можем позволить предателю взойти на трон? Яростно запротестовал генерал Ню. В следующий момент в зале появилась яркая вспышка холодного света и голова генерала упала на землю. Его убийцей оказалась маленькая девочка, сидящая на руках у Цаамина. В зале стало очень тихо. Думаю, больше возражений не будет, улыбнулся мужчина. Глава 4412. Скромный и талантливый, как вы посмели убить генерала Ню прямо на глазах у всех? Проревел старый министр. Посмел, еще как, а также уничтожу всех, кто помешает мне сохранить империю Чу от развала, ответил Цаамин, после чего бросил пристальный взгляд на министра. Старик ли, ты хочешь остановить меня? Есть законы, установленные предками. Сердито ответил министр, а затем обратился к императрице. Ваше Величество, глава Дворца Небесного Знамения предал нас. Я прошу выдать приказ убить их. Министр ли, в нынешней ситуации вернуть князя Хань лучшее решение? Ответила женщина. Гражданские и военные министры были ошеломлены, что их императрица приняла такое решение. Это настоящий абсурд. Я не хочу видеть хаос, который произойдет в империи Чу. После этих слов старый министр ли ударил себя по груди, разрушив свои сердечные артерии, и с глухим звуком упал на пол. В глазах женщины промелькнула насмешка, когда она увидела, что старик был еще жив, и просто устроил перед всеми сцену. Отведите его в лазарет. Есть. Несколько солдат спешно подошли к министру ли, схватили его, как дохлую птицу, и вынесли из зала. Остальные оставались на своих местах и в душе задавались вопросом, почему их императрица решила встать на сторону князя Хань. Деревня Хуанши. Мастер Дворца Небесного Знамения вместе с маленькой девочкой пришел в деревню. Солдаты армии Хань, увидев его, стали предельно бдительными. Глава ЦАА. Как он посмел прийти сюда? Получив сообщение о его прибытии, на лице Линьсянцу появились следы паники и гнева. Он прекрасно знал, что ЦААМИН являлся главой таинственной секты и был приближенным императора. Однако он быстро успокоился, ведь теперь ситуация между ними и императором улажена, да и живут они под защитой бессмертных. Может, он пришел сюда, чтобы передать, что все улажено? Подумал парень, а после нашел Чиньшо и доложил ему об этом. Князь Хань громко рассмеялся, когда услышал, что сюда прибыл ЦААМИН. Господин, возможно, он пришел сюда не с добрыми намерениями, прошептал Линьсянцу. Однажды мы заключили с ним соглашение, он не должен был ко мне приходить, если только. Видимо, в столице не осталось никого, кто бы мог мне угрожать. Все были ошеломлены ответом и спешно последовали за мужчиной. Когда мастер Дворца Небесного Знамения увидел князя Хань, на его лице заиграла улыбка. Князь Хань, ЦААМИН, ХАХА. Оба посмотрели друг на друга и рассмеялись. Остальные совсем не понимали, что происходит, но всем стало казаться, что глава таинственной секты изначально был на стороне их князя. Господин Чинь, во Дворце произошли большие перемены. Я здесь, чтобы попросить вас вернуться и занять трон. Что? Его племянник только что вернулся в столицу с практиком, так как же все до такого дошло? Неужели Чинь Юя убили? ЦААМИН все рассказал, чем поразил Чиньшо. Что? Оказывается, бессмертный, который отправился в столицу с императором, убил его племянника и старшего брата. Князь Хань, еще не поздно, возвращайтесь со мной сейчас, попросил мужчина. Подожди, мне нужно сходить к храму Циньтан, чтобы спросить об этом, спешно ответил Чиньшо. Храм Циньтан. Брови ЦААМИНа вопросительно приподнялись. Пошли, я отведу тебя туда. Хорошо. Возле храма Циньтан. В это время Чиньлин практиковалась, но когда услышала, что сюда пришел ее отец, то вместе с госпожой Ли поспешила встретиться с ним. Какая красивая девочка, сказала госпожа Ли, увидев ребенка на руках ЦААМИНа. Моя дочь примерно такого же возраста. После чего она с улыбкой спросила у Чиньшо. Князь Хань, кто они? Мисли, это мой старый друг из столицы. Мы пришли, чтобы встретиться со старшим Бэйсюанем. У двери стояли Чжоутун и Байюэ, которые теперь отвечали за охрану храма и спокойно наблюдали за разговором людей. Однако, увидев маленькую девочку, у них появились опасения. Почему-то, сталкиваясь с детьми подобного возраста, они сразу же представляли себе нинцы. Вы хотите увидеть главу? Он еще не вернулся. У вас к нему серьезное дело? Если это какой-то простой вопрос, то я могу помочь вам решить его или же попросить об этом людей из секты Северных Небес, сказала женщина. Чиньшо, ничего не скрывая, рассказал о том, что произошло в столице. Тогда вам действительно нужно отправиться в столицу и занять трон, чтобы в империи не было хаоса. Князь Хань, давайте я отведу вас в комнату Чинь Лин, там вы сможете немного подождать мастера. Глава 4413. Я не боюсь тебя. Тем временем нинцы вместе с Джоу Цзю путешествовал по разным регионам, осматривая детей с духовными корнями. Если он будет отводить на это определенное время каждый год, то у него будет возможность найти Фан Лэн Мин и других родственников. Отправив мужчину обратно домой, мальчик нашел заброшенное место и решил совершить прорыв. В закрытой практике он провел полгода. Его уровень совершенствования прошел путь от пика зарождения души до пика возрождения Бога. Лишь тогда очки духовной силы у него полностью закончились. Теперь, даже не используя сферу призрачного мира, он может считать себя сильнейшим. Разумеется, если не брать в расчет людей сферы святого. К этому моменту прошло почти семь лет, как он переродился в мире живых. Духовной силы для достижения сферы святого нужно еще очень много, однако, думаю, с моей нынешней боевой мощью я смогу найти причину, почему великий призрачный мир был запечатан. Что-то мне подсказывает, что это связано с системой. Он считал, что все произошедшее с ним было не случайным. Скорее всего, ему нужно узнать, что с ним случилось в мире живых, из-за чего он попал в призрачный мир. Возможно, ему стоит попытаться найти Цзэйюнь, но как Цзэйюнь из мира живых она не принадлежала призрачному миру. Должно быть, здесь ее практика не самая низкая, кроме того, когда я начну ее искать. Это, вероятнее всего, привлечет внимание тех, кто был причастен к моей смерти. Все обдумав, тело Нинцы внезапно слегка затряслось и засияло, после чего спустя пару мгновений он вернул себе тот внешний вид, который имел, когда находился в великом призрачном мире. Затем юноша рванул к храму Циньтан. Вернувшись, Хау Цин рассказал ему о том, что он сделал в столице империи Чу. Нинцы был доволен его решением. Значит, с этим делом покончено? Верно, слегка кивнул парень, продолжая очень пристально разглядывать юношу, которому это показалось странным. На что ты смотришь? Вы очень похожи. На кого? Господин, вы очень похожи на патриарха региона Сточенных Гор. Я похож на Цзянчженя. Нинцы вопросительно посмотрел в сторону региона Сточенных Гор. Он столько раз оказывался в передряге из-за этой фамилии в призрачном мире, а теперь сталкивается с ней и здесь. Неужели это какая-то судьба? Или же просто совпадение? Юноша вдруг рассмеялся. Он не верил в совпадения, ведь все они могут быть предопределены судьбой. Хау Цинь, ты же из региона Сточенных Гор и довольно сильный. У тебя, наверное, много знакомых? Спросил Нинцы. Да. Тогда помоги мне найти женщину по имени Цзы Юнь. Сказав это, он внимательно наблюдал за выражением лица парня. Цзы Юнь. Молодой монах отреагировал очень бурно и крайне странным взглядом. Хау Цинь посмотрел на юношу, господин Цзы Юнь, жена моего великого мастера, вы. Да, я твой великий наставник. Нинцы не стал скрывать правды. Хау Цинь поразился этому, а затем вспомнил о том, что произошло с призрачным миром, и к нему тут же пришло понимание. Все верно. Он знал, что его великий наставник был первым, кто на самом деле достиг пика совершенства и стал бессмертным в этом мире. Вот только в один момент тот исчез и об этом узнали лишь позже, когда он сам еще даже не родился. Парень рассказал Нинцы все, что знал, а затем спросил. Наставник, вы хотите найти наставницу? Тогда почему бы вам не спросить у моего мастера? Я хочу увидеть, как он на это отреагирует. Ты лучше займись тем, что я тебя попросил. Хау Цинь кивнул и, немного подумав, сказал. Тогда я пойду в столицу империи Великого Неба. Это самая процветающая империя, где живет огромное количество практиков. Ступай. После чего парень ушел. Да Гау Цзы и Ся Юэ узнали, что Нинцы вернулся, поэтому, как только Хау Цинь ушел, они сразу же пошли к нему. Увидев его, брат и сестра сперва были ошеломлены. Мастер, вы такой же, как прежде. Пробормотала Ся Юэ. В теле ребенка не очень удобно, так намного лучше. Девочка беспомощно проворчала. А мы такое не можем сделать, нашей практики недостаточно, придется ждать. Это не имеет значения, вы просто со временем подрастете. Улыбнулся юноша и снова задумался о том, что произошло с ним в мире живых на самом деле. Возможно, скоро он сможет все узнать. Вот только жаль, что не восстановив память, сделать это будет очень сложно. В это время практикующийся в своем доме Цзянь Чжэнь резко почувствовал какую-то опасность и тут же выбрался из дома, взмыв в небо. Оглядываясь по сторонам, он пытался понять, откуда испытывал эту опасность. Кто мог угрожать ему? Кто это? Владыка империи великого неба? Да нет, он не может. Мужчина начал перебирать всех, но вскоре догадка сама пришла ему на ум. Несколько лет назад великий призрачный мир изменился. Может быть, он вернулся? Нет, это невозможно. Даже если его душа возродилась, он не мог за столько лет стать угрозой моему существованию. Пробормотал Цзянь Чжэнь. Однажды он объединился с несколькими святыми, чтобы полностью сковать великий призрачный мир, отколоть от него кусок и сделать из него место для перерождения душ мира живых. Все это было ради того, чтобы запечатать одного единственного человека. К сожалению, после стольких лет, кто-то все же проник в великий призрачный мир и выпустил все души. Его душа, возможно, находится в руках той женщины. Может, она каким-то образом помогла ему восстановить память? Мужчина затрясся от страха. В следующий момент он махнул рукой и превратил свою духовную энергию в нескольких белых журавлей, затем пробормотал что-то себе под нос и эти журавли понеслись куда-то вдаль. Ну и что, что ты вернулся? Теперь этот мир уже не тот, каким был раньше, да и я стал святым. Я не боюсь тебя. Уверенно сказал Цзян Чжэнь, гордо задрав голову к небу. Глава 4414. Императрица-основательница Империя Великого Неба. Это место было центром всех практиков живого мира Тайхаа. Ходят слухи, что все техники совершенствования пошли именно отсюда. В древности мир был диким. Многие обладали духовным корнем, но люди не знали, как им пользоваться. Они полагались только на свои руки и ноги. Так было до тех пор, пока в мир не пришла императрица, которая основала империю Великого Неба и начала распространять техники практики. С тех пор вдохновленные и талантливые люди начали создавать свои техники и навыки, что продолжило повышать количество практиков. Что касается императрицы, то она стала для империи своего рода божеством. Ее почитали как основательницу новой эры. В империи Великого Неба также существовали особые законы, которые ограничивали даже святых. Любой, кто их ослушивался, получал свое наказание. Когда Хау Цин добрался до столицы империи, он приземлился и пошел дальше пешком, так как летать там было запрещено. Исключения делались только из-за особых обстоятельств. О, старший Хау, стража у ворот, увидев парня, поздоровалась с ним. Они часто видели молодого Доса, поэтому пропустили его без проверки. Войдя в город, Хау Цин направился прямо к большому особняку. Когда его увидели стоявшие там охранники, они поклонились ему. Приветствуем старшего Хау. М-м-м, кивнул в ответ монах и спросил, князь Сюй у себя? Да, хорошо, я к нему. Князь Сюй, к которому пришел Хау Цин, был не только потомком прямой родословной императрицы-основательницы, но и также одним из восьми великих князей империи. Четверо князей находились на четырех основных границах. Юг, север, запад и восток, а остальные четверо располагались в самой столице. В тихом дворе парень увидел, что мужчина общался со своим гостем, седым стариком с внушительной аурой. Когда же они услышали, что кто-то вошел, то сразу же посмотрели на него. Старик улыбнулся Хау Цину. Молодой мастер Хау пришел, а мы как раз хотели сыграть в шахматы. Правда, боюсь, я снова проиграю. Парень Стива ответил, мастер Вэнь Синь, ваши навыки одни из лучших в империи, разве вы можете так легко проиграть? После чего Хау Цинь сложил руки в знак приветствия перед князем. Я рад видеть князя Сюй. Давай садись, поболтаем. Что интересного произошло у вас за прошедшее время? Цзян Чжэнь уже давно не приходил в столицу. Улыбнулся мужчина. Да ничего особенного. Я прибыл сюда, чтобы попросить у вас помощи. Князь Сюй заинтересовался в этом. Ты же мастер возрождения бога, с чем таким тебе могла понадобиться моя помощь? Я ищу кое-кого и в этом моя практика мало чем мне поможет. Вэнь Синю стало любопытно. Молодой господин Хау кого-то ищет? Да, кое-кто поручил мне найти женщину. Подумав, как проще будет ее найти, я пришел к вам за помощью. Мужчина не стал отказываться от такого простого дела. Что за женщина? Имя, возраст, внешность, находится ли она в нашей империи? Если есть какая-то информация, то найти ее будет довольно легко. Есть только имя, Цзэйюнь. Цзэйюнь? Старик слегка нахмурился. Князь Сюй почесал затылок. Только имя? Больше ничего? Ага. Теперь понятно, почему ты пришел ко мне за помощью? Пробубнил мужчина, скривив улыбку. Подумав немного, он подал сигнал и позади него тут же появились две фигуры, ауры которых источали практику начальной стадии возрождения бога. Займитесь поисками женщины по имени Цзэйюнь и сообщите всем, что если кто-то что-то найдет, то пусть сразу же доложит лично мне. Есть. Двое приняли приказ и тотчас исчезли. Садись, сыграем в шахматы, пока они ищут ее, предложил князь Сюй, показывая Хауцину занять место напротив него. Парень улыбнулся и сел на место, которое ему уступил мастер Вэньсинь. Сам же седой старик о чем-то долго думал и лишь затем внезапно спросил. Цзэйюнь очень знакомое имя. Господин Хау, разве вашу великую наставницу не так же звали? Есть такое, но это чистое совпадение, улыбнулся Хауцин. Вэньсинь не поверил этому. Этот Цзэйнчжэнь хотел, чтобы вы нашли ее? Парень взглянул на старика, но ничего не ответил. Смотря на них обоих, князь Сюй задумался, а затем что-то вспомнил, но не стал ничего говорить. Вэньсинь заметил задумчивый вид мужчины. Князь Сюй, мастер Цзэйнчжэня был ближе всех к положению бессмертного, но по какой-то причине исчез, как и его жена, которую как раз звалит Цзэйюнь. Я слышал об этом, но это произошло так давно, нас с тобой тогда еще даже в планах не было. Мне об этом отец рассказывал, кивнул мужчина. Однажды императрица бесследно исчезла, а ведь она тоже была близка к бессмертию. Возможно, все это как-то связано? Спросил старик. Да нет, императрица жила очень давно, задолго до появления мастера Цзэйнчжэня. Как эти двое людей могут быть связаны? Мастер Вэнь, вы слишком много думаете. Возможно. Старик взглянул на Хауцина, но не увидел никаких подсказок, поэтому перестал беспокоиться об этом. Вскоре новость о том, что князь Сюйкова та ищет, распространилась. Все основные силы столицы получили информацию об этом и принялись искать женщину. Это место действительно можно назвать центром практики всего мира. Нинцы шел по улицам столицы империи Великого Неба, осматривая все по сторонам. Ему было трудно увидеть здесь хотя бы одного обычного человека, кругом как минимум были мастера закалки источника. Юноша планировал найти место, где он сможет временно остановиться и дождаться распространения информации о поисках Цзэйюнь, чтобы после увидеть, как на это отреагируют различные силы. Глава 4415. Драка на улице столицы. Это место богато духовной энергией. Нинцы остановился и посмотрел на высокое здание вдалеке. Оттуда то и дело входили и выходили практики разных уровней, включая мастеров возрождения Бога. Юноша подошел к этому зданию, которое называлось Священная Обитель. Возле него стояло несколько слуг, что добродушно приветствовали прибывших мастеров. Прежде чем сам Нинцы успел войти, к нему подошел один из таких слуг. Старший, вы хотите остановиться в нашей гостинице? Слуга с большим почтением обратился к юноше, потому что нефритовый кулон на его шее излучал сильный жар. Для него это было своего рода знаком, что, скорее всего, молодой практик перед ним был очень сильным. Что вы можете предложить? Спросил Нинцы. В священной обители есть четыре вида комнат. Небесные, земные, таинственные и смертные. Но, как я погляжу, вы вполне достойны жить в небесной комнате, стоимость которой составляет всего два духовных камня высокого класса в день. Духовные камни? Юноша впервые слышал подобный термин. Слуга уже привык к подобному, потому что встречал гостей из разных уголков мира. Вот только он в первый раз столкнулся с тем, чтобы мастер со столь высоким уровнем практики не знал о существовании духовных камней. Из-за этого весь его энтузиазм померк. Так вы будете снимать комнату? Если нет, то уйдите и не мешайте мне. Позади раздался резкий холодный голос. Нинцы обернулся и увидел молодого парня в дорогой одежде, что холодно смотрел на него, позади которого стояла группа юношей и девушек с таким же видом. Эта группа была не особо сильна, обычные мастера зарождения души. О, мастер линь, пожалуйста, входите. Слуга поспешно обошел нинцы и поздоровался с парнем. Тот надменно фыркнул ноздрями и повел толпу внутрь, но, проходя мимо юноши, он спросил, что с ним такое. У старшего, видимо, нет денег, ответил слуга. Зачем тогда приходить в священную обитель, раз у тебя нет денег? В столице много маленьких гостиниц, стоимость комнат в которых всего один духовный камень низкого класса. Зачем мешать людям здесь? Парень продолжал ворчать. Нинцы нахмурился и протянул руку, тут же схватив группу, включая слугу. Что ты там вякнул? Спросил юноша. Группа слегка побледнела, ведь только сейчас они ощутили ауру, превосходящую сферу зарождения души. Однако их лидер ничуть не испугался нинцы. С чего ты решил, что я тебя испугаюсь? Откуда ты? Ты хоть знаешь правила империи Великого Неба? Серьезно думаешь, что можешь делать здесь то, что тебе захочется? Старшие, пожалуйста, не ругайтесь, попросил слуга. Ты думаешь, меня тут кто-то сможет остановить? Улыбнулся юноша и ударил парня рукой по лицу. От ужасающего хлопка лицо бедолаги тут же распухло, но никаких серьезных ран он не получил. Слуга не ожидал, что нинцы посмеют устроить драку, поэтому после небольшого промедления развернулся и прокричал. Хозяин. Вскоре из здания в спешке вышел мужчина средних лет, от которого исходила мощная аура возрождения Бога. Увидев опухшее лицо парня, он тут же спросил. Мастер линьша, что с вами? Затем тот же вопрос он задал слуге. На что подчиненный незамедлительно рассказал ему все, что здесь произошло. Этот небольшой переполох начал привлекать внимание других людей вокруг. Разве это не молодой мастер семьи линь? Да, это он. Его только что ударили. У того, кто это сделал, будут большие неприятности. Хэм, откуда он пришел, что даже не знает правил империи? Ну теперь-то ему придется их выучить. Ха-ха. Толпа перешептывалась. Линьша смутила то, что на него пялились люди. Выслушав слугу, управляющий гостиницы посмотрел на нинцы. Быстро извинись перед молодым мастером линьем, иначе засадеянное тебя посадит в тюрьму. Извинения, к черту их. Он посмел оскорбить меня на людях, я хочу, чтобы его посадили в тюрьму. Управляющий, пошлите сообщение моему отцу, пусть он приведет людей и схватит его, попросил парень. Хорошо, кивнул мужчина. Однако в момент, когда он собирался отправить слугу в дом линь, ему на глаза попалась фигура. Он тут же проигнорировал всех и подбежал к ней. Приветствую старшего Хау. Стива отозвался управляющий. Эй, это же Хау Цин, первый ученик святого Цзян Чжиня. Когда он прибыл в столицу, если судить по его ауре, то ему совсем немного осталось до уровня святого. Люди рассматривали парня с блеском в глазах. Линьша также поспешно подошел к нему. Старший брат Хау, давно не виделись. Его друзья тоже знали Хау Цина, поэтому облепили его со всех сторон и пытались привлечь его внимание. Но парень проигнорировал их и посмотрел на нинцы. Что здесь случилось? Брат Хау, этот человек появился из ниоткуда. Он не знает правил столицы. Я сказал ему всего пару слов, а он драться по лес. Вот, смотри на мою щеку, гляди, как распухло. Пожаловался Линьша. Хау Цин лишь слегка кивнул ему и с улыбкой обратился к юноше. Предок. Он сказал, что вы его ударили. Это правда. Предок. Линьша и остальные, услышав слова молодого монаха, почувствовали ледяной озноб. Глава 4416. Убийца драконов. Люди пребывали в недоумении от того, что Хау Цин назвал этого юношу предком. Нинцы ответил. Я действительно его ударил. ММ, кивнул парень и повернулся к Линьша. Если хочешь ответить на эту пощечину, то бей сюда. Хау Цин указал на свое лицо. Толпа испугалась еще сильнее. Никто не понимал, почему первый ученик Цзян Чжиня относился таким образом к этому незнакомцу. Брат Хау, я, я не стану этого делать. Все это на самом деле просто недоразумение, ответил Линьша. Его отец был государственным чиновником, но он и близко не стоял со статусом Хау Цина. Группа людей позади парня теперь боялась даже посмотреть на Нинцы, опасаясь попасть под горячую руку. Ну раз так, то свободен, улыбнулся монах. Да, хорошо. Линьша поклонился несколько раз, после чего развернулся и, больше не желая здесь задерживаться, вместе со своей группой в смущение и убежал. Брат Линь в столице оказался какой-то неизвестный старший. Добравшись до перекрестка, одна из девушек обратилась к парню. Линьша выглядел взбешенным, но затем, медленно вздохнув, успокоился и ответил. На то это и столица нашей империи. Если мы впредь не будем осторожны, то наткнемся на проблемы, с которыми не сможем справиться. Пусть это будет нам уроком. Управляющие и слуга стояли перед Хау Цином и ждали, что он скажет, но тот обратился к Нинцы. Предок, у меня есть дом в столице. Почему бы вам не остановиться там? Это будет куда лучше и достойнее, чем жить в священной обители. Мужчина и его подчиненные почувствовали смущение, но не разозлились. Напротив, они были рады, что эти двое наконец-то уйдут отсюда. Вскоре юноша вошел во двор дома, о котором говорил монах. Там находились слуги и служанки, а также старик, занимающий должность управляющего. Этот старик отличался от обычных людей. Его голова была огромной, тело худощавым, а на лбу у него виднелись два рога. С одного взгляда можно было понять, что он не из человеческой расы. Господин, вы вернулись, сказал управляющий. Это мой уважаемый гость. Когда я нахожусь рядом с ним, то вы должны называть господином только его, а не меня. Старик был удивлен услышанным, но не стал задавать лишних вопросов, а просто поклонился нинцы. Господин, здравствуй, кивнул в ответ юноша. После того, как двое вошли в зал, Хауцин прошептал. Предок, многие стараются найти того, кого вы ищите. Какова общая реакция людей? И да, тебе не стоило помогать мне, потому что так обо мне узнают быстрее, сказал нинцы. Младший не мог смотреть, как над старшим издеваются, объяснил монах, после чего дал ответ на первый вопрос. У всех разная реакция, но самым подозрительным был мастер Вэнь Синь. А что насчет региона сточенных гор? Мастер через несколько дней лично прибудет в столицу. Юноша задумчиво кивнул. В это же время, после того, как мастер Вэнь узнал от своих людей о том, что произошло возле священной обители, его мысли стали метаться из стороны в сторону. Его подчиненные не только все ему рассказали, но и нарисовали портрет нинцы. Это же старик был изумлен, поспешно встал и покинул свою резиденцию. Приветствуем господина Вэнь. Охрана дворца поздоровалась со стариком. Однако Вэнь Синь, проигнорировав их, торопливо вошел во дворец, что вызвало у стражей недоумение, так как они впервые видели его таким взъерошенным. Место, куда направлялся старик, находилось глубоко во дворце императора. Обычно туда никто не мог войти, но он был одним из исключений. Старый евнух, что убирался возле зала, к которому подошел Вэнь Синь, посмотрел на седого старика. Господин Синь, зачем вы пришли? Старик не ответил ему, а прямо вошел в зал. Евнух на это не рассердился и проследовал за ним. Внутри зала находилась статуя. Она была довольно реалистичная и изображала императрицу-основательницу империи Великого Неба. Сперва Вэнь Синь поклонился статуе, затем прошел мимо нее к задней части зала. Там находилась большая картина. На ней была изображена высокая гора, бурная река и беседка, в которой пребывали три фигуры. Одной из фигур была императрица-основательница, второй – молодой парень, а лица третьей не было видно, потому что она была изображена стоя спиной. Взгляд мастера Вэня остановился на молодом парне. Старик долго и внимательно всматривался в картину. Так прошло несколько минут. Старый евнух держал метлу и спокойно наблюдал за Вэнь Синьем. В какой-то момент лицо седого старика исказил шок, а после паника, мастер Синь, евнух слегка нахмурился. Он, как это может быть он, забормотал Вэнь Синь. Кто? Убийца. Святой убийца драконов. В голосе старика чувствовалось его недоверие к своим же словам. Затем он заговорил сам с собой. Это просто совпадение? Да, видимо, так и есть. Святой убийца драконов пропал без вести очень давно. Вероятно, он уже мертв. Убийца драконов? Старый евнух холодно воскликнул, что за вздор ты несешь. Вэнь Синь тут же пришел в себя, развернулся и посмотрел на евнуха. Как ты смеешь так говорить со мной? Старый евнух спокойно взглянул на старика и одновременно с этим из его тела начало исходить аура куда выше сферы возрождения Бога. Вэнь Синь в панике начал пятиться назад, пока не столкнулся спиной с картиной. Как ты святой? Что ты имел в виду, когда говорил о святом убийце драконов? Холодно спросил евнух. Старик очухался от шока, но он не понимал, как так оказалось, что евнух имел практику святого и почему он это скрывал. Однако он осознавал, что если не ответит на вопрос, то его жизнь окажется в опасности. Глава 4417. Мастер. Старший. Вэнь Синь, успокоив свое сердце, собрался с мыслями и медленно ответил. Старший. Хау Цин. Ученик Цзян Чжиня. Попросил князя Сюя найти женщину, которую зовут Цзэ Юнь. У младшего еще тогда появились подозрения, ведь так звали жену мастера Цзян Чжиня. Старый евнух слегка сузил глаза. Продолжай. Седой старик. Поспешно кивнул. Не так давно возле священной обители у молодого мастера Леня был конфликт с практиком. Сначала их ругань выглядела обычной, но когда появился Хау Цин, то он очень уважительно обращался к тому человеку и звал его предком. Узнав об этом, я попросил своих людей нарисовать мне портрет того практика. Так вот, выглядит тот человек точно так же, как убийца драконов на картине. Точно так же. Сгорбленное тело старого евнуха медленно выпрямилось и у него участилось дыхание, что еще больше потрясло Вэнь Синя. И где этот практик сейчас? Спросил старый евнух в доме Хау Цина. Евнух тут же развернулся и его фигура мгновенно исчезла прямо на глазах у старика. Вэнь Синь простоял около минуты, прежде чем окончательно прийти в себя. Сегодня он увидел слишком много того, во что было трудно поверить. Целый святой был замаскирован под евнуха. Кроме того, появился тот, кто мог оказаться древним святым с титулом убийцы драконов. Немного подумав, старик бросил взгляд на картину и поспешно вышел из зала, но он не покинул дворец, а направился на встречу с императором Великого Неба. Пройдя через несколько пропускных пунктов, он успешно встретил мужчину средних лет, одетого в белые. «Господин Синь, я слышал, у вас ко мне какое-то срочное дело?» Спросил мужчина. Вэнь Синь вел себя почтительно перед императором, ведь тот был в сфере святого, а также имел безграничную власть, которую удерживал уже пять тысяч лет. Его опасались многие и старались поддерживать с ним дружественные связи. «Император, я столкнулся с кое-чем странным, это может быть связано с исчезнувшей императрицей Великого Неба». Безбрежное лицо мужчины слегка изменилось, он присмотрелся к старику и спросил. «С ней, ты знаешь, насколько серьезно то, что ты сказал?» «Она пропала без вести много лет назад. Я считаю, что она уже давно переродилась, и не раз. Вы помните убийцу драконов? Конечно помню. Он один из первых святых нашего мира, который создал бессмертную технику, и он же был очень близок с императрицей Великого Неба. Я даже знаю о том, что однажды императрица сказала, что у него больше шансов, чем у нее, достичь последнего шага на пути совершенствования. Жаль, что в итоге никто не смог сделать этот шаг. Все, что от него осталось, лишь пара учеников, проговорил император. Я видел святого убийцу драконов. Видел. Может, тебя обманули или ты недавно не ту пилюлю принял, что у тебя так помутнело? Мужчина слегка нахмурился. Император, я подходил к картине в храме и сравнил все черточки. Он выглядит точно так же, как нарисованный убийца драконов. Кроме того, в храме, оказывается, был святой. Вэнь Синь рассказал все, что сегодня произошло. Лицо мужчины средних лет стало напряженным. Во дворце прятался неизвестный ему святой, кто это мог быть. Он ведь сам святой и во дворце множество формаций. Другому практику этой сферы будет очень нелегко войти сюда без разрешения, будучи незамеченным. А иначе его империю уже давно бы захватил какой-нибудь святой, желающий поживиться сокровищами. Поразмыслив, император сказал, поскольку это дело имеет какое-то отношение к Хау Цину, удели этому больше внимания. А еще я слышал, что Цзянь Чжэнь направляется в столицу. Пригласи его во дворец, когда он прибудет, у меня к нему разговор. Есть. У особняка Хау Цина стоял старик, по его лицу было видно, что он сильно колебался. Охрана особняка посчитала его поведение странным, поэтому быстро окружила его. Старик, ты знаком с мастером Хау? Спросил один из стражей. Нет, покачал головой старик. Раз ты не знаешь господина, то зачем стоишь здесь и пялишься на его дом? У Хау Цина сейчас гость, верно? Зачем ты это спрашиваешь? Какова твоя цель? Охранники насторожились. Я, вероятно, знаком с гостем в вашем особняке, но не уверен. Сможете ли вы это передать? Мужчины переглянулись и один из них сказал. Я пойду спрошу об этом, жди здесь. Забудьте, я сам войду. Покачал головой старик. Стражи пришли в ярость, но прежде чем успели что-то сделать, их окутала мощная аура, из-за которой у них почти не было возможности сдвинуться с места. Эта аура была даже выше, чем у их господина Хау. Святой. Мужчины поняли, кто находился перед ними. Но как простой на вид старик оказался святым. Неужели он правда знает гостя лорда Хау? Старик медленно вошел в резиденцию. Где бы он ни проходил, все застывали на месте и не могли пошевелиться. Подобное быстро привлекло внимание Хауцина и нинцы, которые направились ему навстречу. Это святой, сказал юноша. Парень оставался равнодушен. Господин, вам хватит сил справиться с ним? Если вы сможете его задержать, то силы столицы быстро отреагируют на шум. Попробую, улыбнулся нинцы. Юноша хотел увидеть силу святого и узнать, сможет ли такой практик угрожать ему со сферой призрачного мира. Старик быстро подошел ближе и встал в метрах пяти от нинцы. Его глаза были прикованы к юноше. Нинцы смотрел на него и внезапно отверг идею нападать, потому что незнакомец ему показался невраждебным. М.М. Мастер. Вдруг старик заговорил хриплым голосом. Глава 4418. Древняя тайна мастер. Хауцин изумился тому, что сказал старик, как и слуги, которые находились вокруг. Может ли быть, что мастером этого ужасающего практика сферы святого являлся почтенный гость их хозяина? Если это так, то, стало быть, этот юноша еще сильнее? Старик, кто ты? Спросил нинцы. Даже голос такой же. Пробормотал старик, после чего медленно опустился на колени и тихо представился. На Лану Цзы. Ученик секты Бессмертной Короны. Приветствует мастера. Даже стоя на коленях, его аура святого не утихала. Происходящее потрясло каждого. Недаром наш лорд сказал, что в присутствии этого человека только его можно называть господином. Подумали про себя слуги. Прикажи всем уйти или никого не впускай, сказал юноша, посмотрев на Хауцина. Молодой доски внул и тут же отдал приказ резиденцию закрыть, всем разойтись и не входить в это место. Есть. Люди быстро разбежались. Рядом с нинцей остались только Хауцины старик, стоящий на коленях. Ты говоришь, что я твой мастер. Но я всего лишь практик возрождения Бога, а ты святой. Мастер, вы переродились и ваша память не восстановилась. Разумеется, вы меня не узнаете, прошептал Налану Цзы. Молодой монах слегка нахмурился. Юноша до перерождения был наставником его мастера. Если этот старик тоже ученик его предка, то, получается, он его дядя? Но почему он никогда о нем не слышал? Подумав об этом, Хауцин хотел было задать вопрос, но Налану Цзы опередил его. Твой учитель, Цзян Хаолун, вступил в секту позже. Он был всего лишь внешним учеником. Как он мог знать обо мне? Сказал старик с неизвестным блеском презрения в глазах. Хотя говорил он об одном из самых сильных святых их мира, но его тон имел оттенки злобы, гнева и других не самых хороших эмоций. Парень внезапно задумался. Нинци предположил, что если старик не врет, то он мог бы рассказать о его прошлом. Вставай и рассказывай все, что знаешь, приказал юноша. Налану Цзы не встал, но заговорил. Мастер, ученик не заслуживает прощения, я раскрыл ваш секрет, из-за которого вы и мать-наставница были разделены на долгие годы, потому могу лишь стоять перед вами на коленях. Нинци нахмурился. Значит, ты знаешь причину моей смерти? Старик медленно кивнул. Как я умер? Где находится секта бессмертной короны? Мастер, секта бессмертной короны когда-то была самой могущественной силой в мире, кроме разве что империи Великого Неба. В ту эпоху было всего трое святых, которые находились ближе всех к тому, чтобы овладеть силой пустоты. Первой была императрица Великого Неба, второй имел титул Древний, а третий – Убийца Драконов. Ну я точно не был императрицей, верно? Конечно нет. Мастер, вы – Убийца Драконов. Секта бессмертной короны принадлежала вам. Однако после того, как вы умерли, императрица исчезла, а Древний овладел пустотой. В итоге ваша секта была разрушена другими практиками. Сейчас в нашем мире о существовании бессмертной короны знают разве что Цзянхаолун и несколько его братьев и сестер. Цзянхаолун не один? Они тоже мои ученики? Спросил Нин Ци. Да, все они внешние ученики, настоящие мятежники. Если бы они тогда не узнали место, где вы находились, и не привлекли других святых, что заставило вас поспешить с прорывом и впоследствии потерпеть в этом неудачу, которая и привела к вашей смерти, то всего того, что случилось, не было бы. Ответил Налан Уцзы. Хауцин был поражен. Он и подумать не мог, что его мастер был причастен к убийству великого наставника. А что насчет моей жены? Мастер, после вашей смерти она была очень зла, но никто не знает, куда она ушла. Я пытался ее найти, но безуспешно. Если бы я тогда случайно не проговорился своему лучшему другу о том, что вы нашли древние сокровища бессмертных, в котором скрыт секрет достижения сферы выше, то другие святые не стали бы объединяться против вас. В то время вы вместе с императрицей древним отправились в древнюю сокровищницу, но в самый критический момент вашего прорыва туда ворвалась группа святых и разгорелась серьезная битва. Когда я узнал об этом, то вы уже были мертвы, а императрица исчезла. Из той группы святых выжил только один. Он же сказал, что над сокровищницей появился огромный вихрь, который забрал жизненную силу древнего. Однако я предполагаю, что ему удалось разрушить пустоту и уйти. После произошедшего я вернулся с вашим трупом в секту. Мать-наставница, она не хотела верить в то, что вы умерли. В течение ста лет она пыталась воскресить вас всяческими методами, она даже лично отправилась в призрачный мир и забрала вашу душу. За это время Дзянхаолун и другие достигли сферы святого при помощи того, что получили от той группы святых. После чего они напали на мать-наставницу, уничтожили ваше тело и поставили печать на вашу душу, отправив ее обратно в призрачный мир. Тогда же я и узнал, что они были самыми настоящими предателями секты Бессмертной Короны. В то время ты уже был святым? Спросил юноша. Да, но тогда никто ничего не знал о происходящем, преданные вам люди просто не успели ей помочь. Дзянхаолун и его приспешники прочно засели на своих местах и стали постепенно убирать неугодных. Многим ученикам пришлось залечь на дно и ждать. Теперь же, когда вы вернулись, они должны показаться, сказал старик. Если все, что ты сказал, правда, то самым подозрительным является древний, которому удалось овладеть силой пустоты, предположил нинцы. Древний Налану Цзы опешил и спешно сказал, но у вас с ним и императрицей были хорошие отношения. Дружба это одно, а интересы практика совершенно другое. Исходя из того, что ты сказал, на тот момент, когда меня предали, какую силу имел Дзянхаолун? Он был в сфере возрождения Бога. Не думаю, что без помощи кого-то очень сильного он смог бы так быстро достичь сферы святого, причем стать одним из сильнейших. Кроме того, как они связались с другими святыми, кто бы послушал каких-то внешних учеников. Однако я не могу быть в этом уверен, моя память не восстановилась, пока что я просто хочу найти свою жену. Проговорил юноша. Ученик, почему ты закрыл особняк? Внезапно снаружи раздался хриплый голос. Хауцин посмотрел на нинцы. Мой мастер здесь. Глава 4419. Формация мечей. Дзянхаолун здесь. На лице Налану Цзы появилась ухмылка. Ты все еще не встал? Посмотрел на него нинцы. Встаю, встаю. Старик спешно поднялся и встал позади юноши. Он бы и продолжил стоять на коленях, но ему сильно хотелось увидеть лицо Дзянхаолуна. Вскоре во двор вошла фигура. Сперва она посмотрела на Хауцина, после чего на Налану Цзы, но не узнала его, так как они никогда не виделись. Лишь затем ее взгляд остановился на нинцы. В ту же секунду мужчина замер на месте. Образ юноши часто появлялся в его снах за прошедшие бесчисленные года, но он никогда не думал, что снова увидит его наяву. Дзянхаолун, предатель бессмертной короны, почему при виде мастера не приветствуешь его как положено? Холодно воскликнул Налану Цзы. Даже если он переродился, он не должен был вспомнить о том, что было раньше. Подумал мужчина и постепенно успокоился, после чего бросил взгляд на старика, кто ты? Налану Цзы, ученик секты бессмертной короны. Дзянхаолун удивился и хрипло сказал, ты еще жив, с чего бы мне умирать? Как бы я вообще посмел умереть, не увидев возвращения мастера? После такого ответа лицо мужчины слегка побледнело. Затем он снова посмотрел на юношу. Хауцин улыбнулся. Мастер, предок действительно переродился. Дзянхаолун не понимал, как все так обернулось, но пока что ему ничего не угрожало. Ты действительно похож на моего мастера, святого убийцу драконов, но даже если ты его перерождение, то уже не являешься им. Мастер всегда остается мастером. Когда он достигнет сферы святого, то сможет восстановить память. Поскольку ты сам сюда пришел, можешь помочь ему вспомнить все раньше, если расскажешь о своем предательстве. Проговорил Налану Цзы. Я предатель, Хэм, но что я мог? Тогда ко мне пришел Древний, а я со своей силой никак не мог ему отказать, иначе бы умер. Более того, я был всего лишь внешним учеником и стал самым лучшим только своими усилиями. Секта никак мне не помогала. А Древний пообещал мне, что если я помогу ему, то он станет обучать меня лично. Так зачем мне было отказываться? Сказал мужчина. Древний. Старик взглянул на нинцы, удивляясь тому, что его мастер так быстро догадался о том, кто на самом деле дергал за ниточки. В этот момент во двор вошли еще две фигуры, женщина и доский священник. И вы здесь? Уцзы нахмурился. Хаолун боялся, что здесь будет западня, поэтому позвал своих брата и сестру. Эти двое тоже находились в сфере святого, но они были слабее, чем старик. Когда женщина и монах увидели юношу, оба сперва испугались, но затем успокоились, понимая, что пока здесь их брат, то им ничего не угрожает. Хауцин испытывал напряжение. Его тетя и дядя также пришли. Целых трое святых находились сейчас напротив них. Кроме того, в столице было еще несколько мастеров этой сферы, и если те займут сторону Хаолуна, то они, очевидно, проиграют. На Лану Цзы, если ты сейчас уйдешь, то я забуду о том, что ты имеешь к этому отношение, предложил мужчина. Ха, вы двое ведь тоже из нашей секты. Хотя тогда я не был в секте, потому что меня изгнали, но это случилось из-за моей оплошности, а так я являлся внутренним учеником, вы же были лишь внешними. Думаете, сможете со мной сравниться? Усмехнулся старик и медленно сделал шаг вперед, сталкиваясь с троицей своей аурой. В глазах Цзянхаолуна вспыхнуло удивление. Ты близок с старший брат. Женщина и священник в страхе посмотрели на мужчину. Аура Цзы была близка к тому уровню, который имели в прошлом императрица Великого Неба, убийца драконов и древний. Против такого соперника они были бессильны. Мастер, видимо, вы относились к нему по-особенному, раз решили передать ему настоящее наследие, иначе как бы он достиг такого уровня. Хаолун уставился на нинцы, испытывая обиду. Я ничего не помню, так что бессмысленно мне это говорить. Верно, ты не достоин считаться моим мастером. Император Великого Неба, ты не собираешься выходить. В твоей столице долгие годы скрывался святой, а ты этого не замечал. Резко воскликнул мужчина. В тот же момент в небе появился золотой свет. Все жители столицы взглянули на небо в недоумении, но когда они присмотрелись к этому свету, то увидели, что на самом деле им оказался рой духовных мечей, направленный на Уцзы. В небе в это время находились в инсине мужчина средних лет, позади которых стояло несколько фигур. Все они с удивлением смотрели на старика. Все это вызвало у простого народа сильный шок. За столько лет в столице еще никогда не происходило подобного. Глава 4420. Это призрачный мир. Мастер это формация безмолвного мечепада, что оставила после себя императрица Великого Неба, сказал Налан Уцзы, лицо которого стало выглядеть серьезнее. Старик не боялся императора Великого Неба. По сравнению с императрицей-основательницей, он был похож на Шута. Но вот мощи этой формации он боялся, так как спастись от нее невозможно, ведь все, что остается после ее удара, это безмолвие. «Император, вы меня разочаровали. Как вы могли быть в неведении о том, что под вашим боком столько лет жил святой?» Спросил с насмешкой Цзян Хаолун. Цзян Чжэнь сейчас неуместно говорить об этом. Холодно ответил император, после чего перевел взгляд на нинцы, очень даже похож. Но с того дня, когда призрачный мир высвободил все души, прошло не больше семи лет. Какой уровень практики за это время можно было восстановить? Размышляя об этом, мужчина присмотрелся к юноше. Возрождение Бога на лице императора появилась легкая улыбка, с которой он посмотрел на Хаолуна. «Прошло столько лет, а ты до сих пор его боишься?» Мужчина нахмурился и со злостью ответил. «Хватит трепаться. Ты тоже был замешан в деле с древним, поэтому давай уладим эту проблему раз и навсегда». Налан Уцзы, слушая их, был в шоке. Цзян Хаолун рассмеялся над стариком. «А ты думал, что знал всю правду?» «На самом деле ничего ты не знаешь. Тот, кто вышел победителем из той заварухи, был как раз-таки древний. Уцзы не ожидал, что предадут даже императрицу Великого Неба. Наследие бессмертного пути зародилось именно от нее, но все, вместо благодарности, предали ее. «Все, хватит болтать. Императору не нравилось вспоминать прошлое. А чего ты боишься? Я вот признаю открыто все, что сделал». Хмыкнул Цзян Хаолун. «Хэм, а что насчет твоего ученика?» Спросил император. Мужчина взглянул на Хауцина. «Ты так и будешь стоять там или подойдешь ко мне? Я останусь на стороне предка», ответил парень. «Ха-ха». Цзян Хаолун, кто бы знал, что такой бессовестный подонок, как ты, сможет воспитать праведного и честного ученика?» Наланутзе громко рассмеялся, а затем высвободил свою ауру, окутывая ею Нинцей Хауцина. «Мастер, давайте убираться отсюда, мы должны выбраться из-под формации безмолвного мечепада». Голос старика прозвенел в ушах двух юношей. Однако император, очевидно, заметил его намерение. «Умрите». В ту же секунду золотые мечи в небе со свистом обрушились на троих практиков. Наланутзе был готов отдать свою жизнь, чтобы выдержать эту атаку, но внезапно он заметил особую ауру, исходящую от Нинцы. Между бровями юноши появилась золотая бусина. Когда ее увидели Цзян Хаолун и другие, в их глазах вспыхнул ужас. Древнее бессмертное сокровище. Теперь понятно, как он смог выбраться из призрачного мира, при этом не растеряв свою изначальную душу. Оказывается, его все это время защищал артефакт. В глазах императора пробудились сильные зависти, жгучие желания забрать сокровище. Я думал, что этот артефакт забрал древний и отправился в другой мир, а оказывается, все это время он был убийцей драконов. Цзян Хаолун, проваливай это сокровище мое, иначе следующей целью формации станешь ты. Оно принадлежит мне, громко прокричал мужчина и бросился на Нинцы, наплевав на формацию. Император был поражен его решимостью. Он предпочел рискнуть жизнью ради артефакта, но останавливаться было уже поздно, потому что сейчас, вероятно, решалась судьба всего мира. Однако секундой после ситуация перевернулась ног на голову. Окружающее пространство вдруг стало серым и туманным. Формация безмолвного мечепада исчезла. Где мы? Хаолун остановился и в шоке стал оглядываться по сторонам. Это призрачный мир. Улыбнулся Нинцы, что невозможно. Великий призрачный мир запечатан, а малый находится под моим контролем. Ты, мужчина, опешил. Никто не понимал, что происходит, но взгляды людей вновь остановились на древнем артефакте. Глава империи Великого Неба и его люди встали рядом с Цзян Хаолуном, после чего император сказал. Должно быть, это сила артефакта. После сказанного мужчина обратился к Хаолуну. Нам нужно объединиться. В этом мире больше нет императрицы Великого Неба или Древнего, которые могли бы с ним справиться. Если мы не сможем его остановить, то больше никто не сможет. Мым, промычал Цзян Хаолун, после чего холодным взглядом уставился на юношу, ты живучий, как таракан. Пробыв столько лет в призрачном мире, сумел из него выбраться. Однако перед лицом стольких святых даже древнее сокровище тебе не поможет. Как только он договорил, перед Нинцы появился летающий меч в форме золотого дракона. Мастер осторожнее прокричал на Лану Цзы. Но в следующий момент люди заметили, что клинок не двигался, он просто завис в воздухе. Невозможно. Из вытаращенных глаз мужчины исходили страх и неверие. Глава 4421. Ученик совершил ошибку смотря на неподвижный меч, зависший в воздухе, Цзян Хаолун ужаснулся. Как бы он ни пытался сдвинуть его, клинок не слушался, более того, он больше не чувствовал с ним связь. Как такой возможно? Пробормотал про себя мужчина. Все произошло так быстро, что он даже не заметил, как противник оборвал между ними связь. Император Великого Неба увидел странное поведение Хаолуна и тут же закричал. Чего ты застыл? Но в ответ тишина. Мужчина не знал, что ответить. Он стоял с открытым ртом и молчал. Мастер на Лану Цзы поспешно посмотрел на Нинцы, потому что единственным объяснением в этой ситуации был только он. Все это из-за древнего бессмертного сокровища. Император также догадывался, что причиной происходящего был юноша. Нинцы протянул руку и легонько стукнул по мечу, который сразу же на глазах у всех превратился в порошок. Святой считается высшей силой в мире живых, но сила призрачного мира, кажется, намного выше. Ситуация заставила юношу задуматься. Сперва он думал, что мир живых превосходил силой призрачной, так как второй был лишь местом, где перерождались души. Но похоже, что все совсем не так. Сила призрачного мира, по идее, должна влиять только на то, что находится в нем, но чем в принципе мир живых отличается от призрачного? Только тем, что души людей попадают туда после того, как они умрут в мире живых. Увидев задумавшегося Нинцы, Цзян Хаолун вдруг сказал императору. Либо мы разрушим эту сферу, либо нужно бежать, других вариантов нет. Разрушить сферу император, как и остальные святые, посчитал это невозможным, ведь окружающая аура была точно такой же, будто это был реальный мир. Откуда у них сила, способная разрушать целые миры? Возможно, сфера, которая выше святого, способна на это, но они далеки от этого достижения. Тогда им остается только один вариант. Бежать. Люди развернулись и бросились в разные стороны. Налан Уцзы увидел это и поспешно окликнул Нинцы. Мастер. Они убегают. Однако юноша проигнорировал его, продолжая о чем-то думать. Старик взволновался, потому что считал, что сейчас было выгоднее всего ударить по противнику, пока у них есть преимущество от эффекта неожиданности. Хауцин же был спокоен и любопытно разглядывал окружающую сферу. Призрачный мир. Он никогда не был в нем, но стоя здесь, он ощущал себя в совершенно ином измерении. Разница между мирами существует. Похоже, уровень практики предка здесь превзошел сферу святого. Возможно, это нечто выше, подумал молодой Дос. Неизвестно, сколько времени прошло, но Нинцы, наконец, очнулся и Налан Уцзы спешно ему сказал. Мастер. Хаолун и другие сбежали, пока вы о чем-то думали. Сбежали? Разве? Улыбнулся юноша. Старик приподнял брови от недоумения и посмотрел вперед, где увидел мужчину и остальных. Однако все эти люди вели себя очень странно. Они продолжали убегать, но не могли сдвинуться с места. Причем они этого даже не замечали. Призрачный мир, мир живых. Нинцы же продолжал размышлять, уже полностью убедившись в том, что между этими двумя мирами была какая-то связь. Вроде достаточно. Подумал Цзян Хаолун, предполагая, что убежал далеко. Поэтому он остановился и развернулся, но тут же застыл, увидев перед собой юношу. Как это возможно? Он явно только что убежал очень далеко, но выглядит все так, будто он и не сдвинулся с места. Мужчина заметил это первым, так как император и другие все еще продолжали бежать, пытаясь выйти из призрачной сферы. Ну как, далеко убежали? Спросил Нинцы. Мастер, ученик совершил ошибку. Цзян Хаолун опустился на колени, принявшись выпрашивать прощение. Ты серьезно? Слишком поздно для всего этого. Вы все чересчур далеко зашли в своем обмане и не заслуживаете жить в этом мире. Мастер, позвольте мне с ним разобраться, сказал Налану Цзи. Оставь его пока в покое, он мне еще пригодится, ответил юноша. Старик не хотел принимать этого, но и ослушаться не мог, ему оставалось лишь молчать. Хаолун с облегчением выдохнул. Спасибо, мастер. Не называй меня так, я сохранил тебе жизнь только потому, что ты мне кое для чего нужен. Я хочу знать, где Цзи Юнь. Ты должен был искать ее, так что я уверен, что ты знаешь, где она. Глава 4422. Нашел. Цзян Хаолун молчал, поэтому Нин Цзи повторил вопрос. Ну, где она? Она, в регионе полярного неба. Полярное небо? Налану Цзи снова разозлился. Ты заставил госпожу находиться в таком месте. Это не я, она сама туда пошла. Поспешно возразил мужчина. Она там одна? Спросил юноша. В глазах Цзян Хаолуна вспыхнуло потрясение. Откуда он знает, что Цзи Юнь не одна? Не заставляй меня повторять дважды. С ней маленькая девочка. Нашел. На лице Нин Цзи тут же появилась улыбка. Спустя столько лет он наконец-то нашел свою дочь. Как она выглядит? Поинтересовался юноша. Мужчина с помощью своей духовной энергии воссоздал образ маленькой девочки. Когда Нин Цзи увидел его, то окончательно успокоился, так как это была Нин Хаотянь. Она не сильно отличалась от той, какой он ее помнил. Где находится этот регион? Спросил юноша. Мастер, там чрезвычайно опасно. Возможно вы не знаете, потому что ваша память не восстановилась, но там замерзает все, даже духовная энергия. В прошлом древний хотел насильно войти в ту местность, но был серьезно ранен и на восстановление потратил пару десятилетий. Раз моя жена там, то значит и я смогу войти туда. Просто скажи мне направление. Нолан Уцзи встревожился, наблюдая за безуспешными попытками отговорить нинцы, но Цзян Хаолун сразу же сообщил ему, где расположен тот регион, и добавил. Я расскажу вам все, что знаю. Древний изначально хотел напасть на вас, мне пришлось ему помочь. Пожалуйста, поймите. Бессмысленно мне что-то говорить, пока я сам во всем не разберусь, сказал юноша и высвободил мощную силу, которая тут же сковала мужчину и остальных. После чего нинцы убрал призрачную сферу, но даже тогда Хаолун и другие остались в том же положении. Мастер Ани. Старик посмотрел на людей, что больше походили на статуи. Его ужаснуло то, что с мастерами сферы святого можно сделать нечто подобное. Ранее он с гордостью думал, что достиг уровня своего мастера, но теперь, кажется, он отстает от него еще больше, чем прежде. Они не смогут двигаться, пока я им не разрешу. Отнесите их всех в одно место, я же пойду искать за июнь. Ах, вот еще что, соберите всех детей, которые переродились со мной в одно время, здесь, в столице. Мне не важно, как вы будете это делать, главное, результат, приказал юноша. Да, мастер. Кивнул на Лану Цзы. Император Великого Неба также оказался скован, поэтому, кроме них, в столице больше не было сил, что могли бы контролировать всех остальных. С помощью князя Сюй мы легко сможем это сделать, сказал Хау Цин. Нин Цзы кивнул им и умчался в сторону региона Полярного Неба. После того, как он ушел, в столицу примчалось около сотни мастеров, ауры которых указывали на то, что они были святыми. Цзян Чжэнь, старший брат, мастер Вэнь. Князь Сюй был удивлен застывшими фигурами людей. К счастью, он увидел Хау Цина. Брат Хау, что здесь происходит? Мы только что видели, как была активирована формация безмолвного мечепада. Парень обратился к Цзы. Старший, я им расскажу, давай. Молодой Дос поприветствовал людей и отвел их в сторону. Брат Хау, ты можешь объяснить, что здесь происходит? Мой старший брат. Князь Сюй взглянул на императора сложным взглядом. Все известные ему святые находились в странном состоянии, будто они были скованы какой-то силой. Ему было трудно даже представить, что в их мире есть подобная сила, способная сделать такое со столь сильными людьми. Князь Сюй, выслушайте меня, сказал Хау Цин, после чего начал медленно рассказывать, казалось бы, легенду, которая на самом деле была правдой. Выслушав ее, не только мужчина, но и другие были поражены истиной до глубины души. Святой убийца драконов – это тот, кто только что ушел, прошептал князь Сюй. Да, это он заточил здесь императора и других, они во многом замешаны, так что, скорее всего, им за это придется ответить. Князь Сюй, вы никак к этому не причастны, лучше не лезьте в это дело. Но как нам игнорировать подобное? У вас просто нет возможности что-то изменить, лучше примите все как должное. После небольшой паузы Хау Цин сказал. Мастер попросил нас найти детей, которые переродились с ним. Я надеюсь, что вы мне поможете в этом. Хорошо, я отдам приказ. Но куда их доставить, сюда, в столицу, согласился князь. Да. Глава 4423. Забытый прошлый регион полярного неба. Мастер, может, не нужно идти дальше? Спросила Хаотянь. Они уже находились в самой глубокой части региона. С каждым новым шагом девочка чувствовала, как источник духовной энергии отдаляется, а здешняя сила наседает все сильнее. Закон природы здесь был подобен острому ножу, который постоянно причинял боль своим острием, и ей казалось, что если они пройдут дальше, то эта боль окажется смертельной. Ходит слух, что в конце этого региона есть храм и в нем безопасно. Продолжаем идти. Хаотянь улыбнулась. Заюни потянула Хаотянь за маленькую ручку вперед по заснеженному полю. Практика девочки была не такая высокая, как у нее, поэтому все давления этого места она держала на себе. Хаотянь все это время наблюдала за состоянием девушки, и чем дальше они продвигались, тем хуже-то выглядела. Мастер, остановитесь. В какой-то момент девочка закричала. Нам осталось немного, пойдем. Если мы продолжим идти, то вы умрете. Раз вы сказали, что папа пришел в этот мир, то почему бы нам не встретиться с ним? За последние несколько лет Хаотянь узнала часть правды. Она сильно скучала по родителям и усердно тренировалась, чтобы дождаться того дня, когда снова встретит их и своего брата. Ей было все равно, существует ли там где-то храм. Так ли это важно? Девочка не понимала, почему Цзэйюнь настаивала на этом. Я не собираюсь умирать. У меня есть предчувствие, что нам нужно продвигаться. Место, куда отправился древний, скорее всего, сильно отличается от того, что мы себе представляли. Если он когда-то вернется, то для нас это может плохо закончиться, высказалась девушка. Но разве древний не разрушил пустоту и не покинул этот мир? Зачем ему сюда возвращаться? Нин Хаотянь не понимала слов Цзэйюнь. Многие годы я искала ответы в древних книгах и руинах. Древняя земля, где твой отец нашел древние бессмертные сокровища. Не единственное подобное место в этом мире, таких очень много. Если моя догадка подтвердится в том храме, то это сильно поможет мне и твоему отцу. Девочка продолжала упрямиться. Мастер, если ваша жизнь окажется под угрозой, то мы сразу же пойдем назад. Хорошо. Через некоторое время хаотичная сила вокруг них начала смягчаться и в итоге перестала угрожать им. Нин Хаотянь была удивлена, что слова ее мастера оказались правдой. Вот он, храм. Ты его видишь? Цзэйюнь слегка нахмурилась. А вы нет? Ха, ну конечно. У тебя же с этим местом тесные связи, ведь как-никак ты когда-то тут жила. Можешь сказать мне, где он? Девушка о чем-то вспомнила и слабо улыбнулась. Он на вон той заснеженной горе. А вы правда его не видите? Странно, вы же в сфере святого. Да что может святой? Твой отец тоже был им, но в итоге умер. Только из-за особенностей этого мира ему повезло переродиться. Цзэйюнь слабо рассмеялась и покачала головой. Хватит болтать, мы нашли храм, так что пойдем к нему. Хорошо. Пара продолжила путь до тех пор, пока девочка не увидела лестницу. Она с подозрением относилась к тому, что говорила девушка, но теперь поверила в это. Время шло минута за минутой и вскоре они наконец-то добрались до храма. Мастер, вы до сих пор его не видите? Теперь вижу. Цзэйюнь смотрела на храм задумчивым взглядом. С того момента как она ступила на первую ступеньку, девушка увидела то, о чем слышала лишь в легендах. Пойдем. Да, мастер. Подойдя к храму, его дверь внезапно открылась сама по себе. Нинха Атянь напуганно застыла. Тебе здесь ничего не должно угрожать, но лучше встань позади меня, предупредила Цзэйюнь. Нет, раз уж вы ранее сказали, что я жила здесь, то, значит, это был мой родной дом. Как вы можете идти впереди меня? Девочка покачала головой и вошла первой. Как только она переступила порог, внезапно появилась сияющая вспышка света, что мгновенно устремилась в ее тело. На глазах у девушки Хатянь поднялась в воздух. Глаза у нее были плотно закрыты, а между бровей появился странный символ, который то появлялся, то исчезал. Цзэйюнь спокойно наблюдала за происходящим. Спустя некоторое время девочка опустилась на землю, а когда она открыла глаза, то из них вырвался божественный свет. Хатянь в изумлении уставилась на свои руки и тело, после чего посмотрела на девушку. Цзэйюнь, я просила тебя отправить меня в призрачный мир, чтобы я смогла восстановить память. Как же так получилось, что я стала дочерью брата Нин? Твои воспоминания вернулись. Вздохнула с облегчением девушка, а затем покачала головой, все вышло случайно. Я спешила, поскольку твоя душа была слишком неустойчивой. Более того, так было куда выгоднее, и как видишь, мой выбор оказался правильным. Теперь, когда ты восстановила память и полностью переродилась, твоя практика тоже должна восстановиться. Да, восстановится, но и ты. Девочка нахмурилась и тяжело вздохнула, понимая, что уже ничего не изменить. Раньше у тебя не было времени рассказать мне секреты этого мира, но за долгие прошедшие годы я нашла множество подсказок. Скажи мне, когда древний разрушил пустоту, он отправился в мир бессмертных. Глава 4424 Потомок древнего бога Нинха Тянь о чем-то подумала, прежде чем ответить. То место на самом деле называется миром бессмертных, но я ничего не помню о нем, так как была изгнана сюда, в великую тюрьму небесной звезды, и потеряла все воспоминания. Из-за этого я даже сперва думала, что родилась здесь. Что-что? Это название места, где мы находимся. Тебя сюда изгнали. Удивилась Зеюнь. Хотя она уже нашла довольно много подсказок, но никогда не предполагала, что императрица Великого Неба сама была родом из мира бессмертных. Можешь забыть о названии. Суть проста. Это тюрьма. Все, кто находится тут, когда-то были людьми мира бессмертных, но потеряли свои воспоминания. Тюрьма. Я родилась в тюрьме. А призрачный мир. Изначально призрачного мира не существовало, его создал владелец тюрьмы, чтобы даже души людей не смогли сбежать отсюда. Если смотреть на нас со стороны, то, по сути, мы даже умереть по-настоящему никогда не сможем, пока живем здесь. Такова сила мастера тюрьмы, одного из сильнейших в мире бессмертных. Раз это тюрьма, то почему ты тогда ранее мне говорила, что находишься тут в роли стража? Спросила девушка, пребывая в недоумении из-за моей фамилии. А какое она имеет к этому отношение? В мире бессмертных моя фамилия была Су, но сейчас она, можно сказать, под запретом. Ходят слухи, что у моей семьи был предок, который давным-давно превзошел пределы мира бессмертных и стал древним богом. Правда, его путь не был гладким, он нажил очень много врагов. В период, пока он еще был в мире бессмертных, моя семья была самой процветающей и возглавляла человеческую расу, превзойдя расу драконов. Но когда предок стал богом, он больше не мог оставаться в том мире, как простой человек. Спустя время, поскольку он не появлялся, затаившиеся враги показали себя и устроили резню. Семья Су пришла в упадок, а ее остатки разбежались по миру и стали скрываться. Мастер тюрьмы знал меня и с какой семьей я была, поэтому он побоялся меня убивать и запер в этом месте, опасаясь, что однажды мой предок вернется. Проговорила Хаотянь. Понятно. Сейчас все немного отличаются от того, что было раньше. Теперь, когда моя память восстановилась, я могу придумать способ выбраться из этого мира, сказала девочка. Прежде чем уйти, нужно подождать твоего отца. Нин Хаотянь кивнула, понимая, что в этой жизни она стала дочерью Нинцы. Сестра Цзэйюнь, у меня есть способ соединить призрачные и живой миры. Если мне это удастся, то практика отца полностью восстановится. Помню, ты раньше мне говорила, что он в призрачном мире почти достиг вершины совершенствования. А если сопоставить сферы тюрьмы и мира бессмертных, то тогда отец будет на уровне святого владыки. Мастер тюрьмы тоже на этом уровне, если, конечно, его практика за прошедшее время никак не изменилась, сказала девочка. О, ты можешь такое сделать. Девушка удивилась. Пойдем со мной. Нин Хаотянь пошла вглубь храма, жестом руки показывая Цзэйюнь следовать за ней. Вскоре они подошли к каменной стеле с вырезанными на ней письменами. Девушка не знала, на каком языке они были написаны. Надписи на этой плите – это то, что оставил после себя хозяин тюрьмы. Прочитать их может лишь тот, кто родом из мира бессмертных, но понять их суть сможет не каждый, а так как я потомок древнего бога, то у меня есть в этом преимущество. Хотя моя практика сейчас еще далека от сферы святого владыки, силы моей родословной должно хватить, чтобы использовать эти письмена, сказала Хаотянь и приложила ладонь к стеле. В следующий момент что-то вонзилось в руку девочки и начало очень быстро поглощать ее кровь. Сестра Цзэйюнь, если увидишь моих родителей, передай им, что я сильно скучала. В этой жизни я всегда буду Нин Ису, как и в следующей. С широкой и гордой улыбкой сказала Хаотянь. Девушка растерянно посмотрела на нее, а потом что-то поняла и бросилась к ней. Остановись. Бесполезно. Сила моей родословной будет поглощена техникой. Другого выбора у нас нет. Сказала ослабевшим голосом девочка, наблюдая за тем, как Цзэйюнь, которую снова и снова отталкивала исходящая от стелы неведомая сила, пыталась ее остановить. Спустя время последние капли жизни в глазах Нин хотя не спарились. Тотчас надписи на плите превратились в поток энергии, что сперва вошел в стелу, а затем выстрелил в небо гигантским ярким лучом. Глава 4425. Наказание, папа, взгляни туда, что это. Эй, а почему небо там такое красное? Вдали люди увидели пламенное небо, которое постепенно приближалось к ним. Кто-то начал обсуждать это с другими, а кто-то в тишине любовался странным явлением. Столица империи Великого Неба была самым оживленным местом в мире практиков, где сейчас на улицах стояли толпы мастеров с ошарашенными глазами, ведь никто не понимал, что происходит. То же самое происходило и в других местах. Храм Циньтан. Брат, это не похоже на солнце. Сяюи указала на небо. Дагаутзы медленно кивнул. Личоу, держа на руках лисичку, прищурившись, наблюдала за небесами. Однако в следующий момент все они кое-что заметили внутри себя. Личоу первой поняла, что это, так как аура внутри ее тела начала расти быстрее, чем у остальных, направляясь прямо к тому уровню, которым она владела, когда была в призрачном мире. Что я могу использовать техники призрачного мира? Удивился Дагаутзы. Если с нами это произошло, то тогда и с мастером происходит все то же самое. Обрадовалась Сяюи. Немало людей столкнулись с подобным, но большинство из них были детьми того же возраста, что и они. В одной из деревень где-то на территории империи Чу. Мастер Джан, хотя я и не мог прокормить дочь, но она вон какая красивая выросла. Я продам вам ее за 20 золотых, не меньше. Мужчина средних лет с больным лицом подвел к толстяку маленькую девочку. Девочка выглядела беспомощной. Она понимала, что отец собирался продать ее глупому сыну мастера Джана. Она уже видела того парня издалека. Он был такой же толстый, как и его отец, и ел все, что попадало ему под руки. Как она могла находиться рядом с таким человеком? Девочка хотела убежать, но не знала куда. Да и отец сказал ей, что если она убежит, то никто не будет заботиться о ее больной матери. А, уже что, вечер? Почему небо такое красное? Мастер Джан хотел было поторговаться с мужчиной, но посмотрел в небо и увидел странное явление. Отец девочки тоже посмотрел вверх с оттенком удивления. Так красиво пробормотала себе под нос девочка. Однако в следующий момент она почувствовала резкую головную боль из захлынувших в ее сознании воспоминаний, которые, очевидно, принадлежали ей. Мастер Джан и мужчина не замечали того, что в ее испуганных глазах постепенно нарастал холодный блеск. Мастер Джан, забудьте про это, давайте поговорим о моей дочери. Мужчине средних лет было все равно на странности в небе, его заботили только деньги. С двадцатью золотыми он сможет пожить на широкую руку, ходить по борделям, казино и другим местам для богатеев. Пять золотых. Я куплю ее и буду кормить. Ответил мастер Джан с отвратительной улыбкой. Отец. Со дворца раздался крик и вскоре люди увидели толстого парня с глупым выражением лица. Сын, тебе так не терпится получить эту девочку? Мужчина с любовью погладил голову сына. Она выглядит аппетитно. Ответил парень, облизнув губы. Мастер Джан, давайте так, пятнадцать золотых, но это минимум, на который я могу пойти. Сказал мужчина средних лет, показывая, что больше ни на какие уступки он не пойдет. Десять. Я заплачу тебе десять. На этом все. Если не хочешь, то я за эти же деньги смогу купить своему сыну двух таких девочек у брата Бая. Холодно ответил мастер Джан. Вы. Мужчина был зол, но в итоге согласился. Ладно. После обе стороны завершили сделку. Дочь, теперь ты будешь жить в семье Джан, сказал мужчина и хотел было подтолкнуть девочку вперед. Но как только его рука коснулась ее плеча, его будто ударило током и он с жалобным криком упал на землю. Затем мужчина быстро поднялся с земли, в недоумении оглядываясь по сторонам. Маленькая девочка бросила на него холодный взгляд, после чего развернулась и ушла. Мастер Джан тут же закричал. Куда собралась? Поймайте ее. Слуги вокруг поспешно бросились в погоню, но не успели сделать и пару шагов, как застыли, потому что девочка перед ними взмыла в небо, где, обернувшись, равнодушно посмотрела на них. Поскольку ничего особо плохого вы не сделали, мое наказание будет мягким. После этих слов она исчезла, оставляя позади себя испуганную толпу людей, которую загадочная сила придавила коленями к земле. Глава 4426. Ценой собственной жизни, кто твоя дочь? Мастер Джан в ужасе посмотрел на мужчину средних лет. Я, я не знаю, пожал плечами мужчина. У него были лишь предположения, что она не человек, а какое-то чудовище. На шум начали собираться люди. Мастер Джан, почему вы стоите на коленях? Спросил один из озадаченных прохожих. Люди семьи Джан и отец девочки, что изначально стояли возле ворот дома Джан, сейчас под воздействием неведомой силы были прижаты коленями к земле. Многие из них пытались встать, но никак не могли оторваться от земли, что вызвало у них ужас. Неужели они будут стоять так вечность? Тем временем в простой соломенной хижине появилась девочка. Войдя внутрь, она подошла к лежавшей на кровати больной женщине. Когда та увидела девочку, в ее глазах появился слабый блеск и она сказала. Ты, твой отец, он, мама. Девочка прервала женщину, папа не продавал меня мастеру Джану, это тебе все приснилось. Сказав это, она нежно положила ладошку на лоб матери и та тут же заснула. В то же время в теле женщины стала нарастать духовная энергия, которая очень быстро избавила ее от всех болезней. Убедившись, что-то в порядке, девочка вышла с хижины и вдумчиво посмотрела на багровое небо. То, что произошло с ней, происходило повсюду. Это подняло много шуму, так как на глазах у людей дети превращались в ужасающих существ, что могли своей силой переворачивать горы. Регион полярного неба. В этом месте небо тоже было окрашено в красный, причем намного раньше, чем где бы то ни было. Нинцы завис в небе, ощущая в своем теле стремительные изменения. Менее чем за час он восстановил свои силы до пика, который у него был в призрачном мире. Юноша чувствовал, что подобное происходило по всему миру живых. Такая перемена напомнила ему о слиянии царства Шен-Ло. Там, где раньше не было земли, возник новый континент, а в другом месте – огромный океан. Также из ниоткуда стали появляться множество звезд и целые миры. Изменения были очень быстрыми. Однако Нинцы не обращал на них внимания, поскольку уже обнаружил цель своих поисков, и в один миг оказался в храме. Там он увидел за июня Нинха-Тянь, стоящую перед каменной стелой с опущенной головой. Девочка была мертва, от ее тела исходил лишь холод. Что тут произошло? – спросил юноша. Девушка взглянула на него и пару секунд не знала с чего и начать. Ты пришел. Твои воспоминания, они восстановились? О каких воспоминаниях ты говоришь? Если ты о мире живых, то я помню лишь то, как вошел в особняк Цзы, а потом мы сбежали. То есть больше ты ничего не помнишь? Цзы Юнь была ошеломлена. Что случилось? Она – Хаотянь. Нинцы внимательно посмотрел на девочку. Девушка с тяжелым вздохом рассказала о том, что произошло. Великая тюрьма небесной звезды. Юноша подошел к девочке и взял ее на руки. Осмотрев Хаотянь, он понял, что в ней не осталось ни капли жизни. Техника мастера тюрьмы слишком сильна. Она использовала силу своей родословной, чтобы соединить мир живых и мир мертвых. Отныне это место – один большой мир для неугодных миру бессмертных. Но цена, которую она заплатила, сказала опечаленная Цзы Юнь. Оказывается, Хаотянь была перерождением Тайхаа, императрицы Великого Неба. От девушки Нинцы узнал, кем на самом деле была его дочь. Но жаль, что он так и не смог вернуть свою память даже после того, как восстановил практику. Раз мы в тюрьме и души людей здесь не могут умереть по-настоящему, то юноша подумал об этом и взмахнул рукой, погружая тело Нин Хаотянь в хрустальный ледяной гроб. Девочка тихо лежала внутри него и выглядела так, будто и не умерла, а просто спала. Когда я выберусь отсюда и окажусь в мире бессмертных, то найду способ возродить ее, сказал Нин Цзы. Цзы Юнь кивнула. Возможно. Однако, чтобы выбраться отсюда, нам нужно сперва разобраться с древним бессмертным сокровищем. Глава 4427. Хаос Нин Цзы не понимал, о чем идет речь, но уже слышал это название. Давай сперва уйдем отсюда. Раз теперь два мира едины, то другие, должно быть, уже восстановили свою память и прежний уровень практики, верно? Только восстановив память, можно восстановить силы, ответила девушка. Если это удастся сделать многим, то этот мир быстро погрузится в хаос. Юноша слегка нахмурился. Храм Цинь Тан. Практика Дагау Цзы. Ся Юэ, Личо и Ху Чин Цзы почти полностью восстановилась. Все техники, какими они владели, тоже вернулись к ним. Хотя эти изменения застали их врасплох, но также и обрадовали. В этот момент Нин Цзы вышел из пустоты вместе с Цзы Юнь. Увидев юношу, группа спешно подбежала к нему. Мастер, мы увидели, как небо покраснело, а затем к нам вернулась наша сила, сказал Дагау Цзы. Призрачный мир и живой теперь едины, поэтому ваша практика восстановилась. Я предполагаю, что другие тоже смогли восстановиться, так что осталось только встретиться с ними, объяснил Нин Цзы. Понятно, Ся Юэ посмотрела на Цзы Юнь, как и остальные. Дагау Цзы из любопытства спросил. Мастер, она, можете считать ее моей женой? Мальчик поспешно поклонился. Приветствую, госпожу. На лице Ся Юэ застыло потрясение. Молодой господин, вы же всего несколько лет. Да вы не так поняли. Юноша покачал головой и дал краткое объяснение ситуации между ним и девушкой. Когда люди выслушали его, то были сильно удивлены тем, что пара имела такую связь. То есть она ваша первая жена в мире живых, а в призрачном. Ся Юэ понимающий кивнула. Хорошо, давайте займемся делом. Отправляйтесь и ищите всех наших. Не думаю, что кто-то сможет помешать вам с вашей-то силой. Чуть позже я восстановлю небесные чертоги в Империи Великого Неба, так что в случае чего направляйтесь сразу туда. Отдал приказ Нин Цзы. Есть. Все быстро разошлись выполнять приказ, а сам юноша вместе с Цзы Юнь отправился в столицу Империи Великого Неба, где творился хаос. Лю Сюань, перестань валять дурака. Это столица Империи Великого Неба. Если нарушишь закон, ты и вся твоя семья будете наказаны. Оживленная улица превратилась в ужас. Посередине дороги стоял окровавленный ребенок, а вокруг него лежало несколько трупов, многие из которых были сильными мастерами. Мальчика уже окружили множество солдат, но из-за его особого статуса никто ничего не предпринимал. Вместо этого сюда были вызваны старшие его семьи и сейчас мужчина средних лет старался уговорить ребенка успокоиться. Мальчик выглядел так, будто слетел с катушек. Иногда посмеивался, иногда оглядывался по сторонам. От его громкого смеха, усиленного духовной энергией, окружающим приходилось закрывать уши. Также всех потрясло то, что подобное происходило по всей территории Империи. Даже этот ребенок каким-то образом внезапно стал обладать удивительной силой. Князь Сюй прибыл. Кто-то крикнул издалека. Мужчина средних лет быстро сказал мальчику. Лю Сюань, князь Сюй здесь. Раньше ты боялся его больше всего, так что веди себя послушно. Я боялся его. Ха-ха, без воспоминаний из призрачного мира я действительно был похож на маленького глупого ребенка, но теперь моя память и практика сферы пути вернулись ко мне, с чего бы мне бояться какого-то мелкого слабака. Во время того, как мальчик говорил, сюда подошли князь Сюй и Хауцин. Сперва призрачный мир, теперь это. Услышав слова Лю Сюяня, князь нахмурился и посмотрел на багровое небо. В то же время он задавался вопросом, а не связано ли все это с нинцы. Сфера пути, что это за уровень практики. Хауцин мало что знал о призрачном мире, но ему было любопытно. Лю Сюань, я знаю, что ты не тот, кем был раньше, но это империя великого неба. Здешние люди тебе ничего не сделали, зачем ты их убиваешь? Спросил князь Сюй. Однако после того, как мужчина задал свой вопрос, прямо на глазах у всех мальчик превратился в великана ростом 3 метра. Когда люди увидели это, то окончательно убедились в том, что перед ними переродившийся из призрачного мира. Мне плевать на вас, вы просто муравьи. Если я захочу, то убью здесь всех. Что вы сделаете мне? Помешайте. Лю Сюань снова злобно рассмеялся. Князь Сюй, у него слишком сильная аура, мы с ним не справимся, сказал молодой босс. Ха-ха, Хауцин, я знаю, что твой мастер один из сильнейших святых. Вот только даже 10 тысяч таких, как он, недостойно носить мои тапочки, смекаешь. Гигант испытывал сильное чувство превосходства и упивался им, поскольку знал, что даже самый сильный практик мира живых был намного слабее, чем мастер третьего царства призрачного мира. Глава 4428 Имя, которое знает каждый, наблюдая за диким поведением Лю Сюаня, Хауцин оставался собранным и не паниковал. Князь Сюй, хотя я не знаю, откуда появился этот красный занавес в небе, но, похоже, он влияет на переродившихся из призрачного мира, возвращая им прежнюю практику. Мужчина посерьезнел, задумавшись над тем, что раз таким стал этот мальчик, то сколько же еще будет таких, как он? Твоя догадка верна. Правда, я тоже без понятия, как это произошло, но все действительно так. Улыбнулся Лю Сюань. Затем он посмотрел на мужчину средних лет неподалеку. Старик, ты бил меня столько раз, что я даже сосчитать не смогу, но поскольку у меня та же кровь, что и у тебя, то единожды я прощу тебя. Проваливай, и чтобы больше я тебя не видел. В этой жизни Лю Сюань имел воспоминания нескольких лет, но они не шли в сравнение с тем, что он помнил из призрачного мира. Конечно, было неплохо иметь какую-то связь с миром живых, но все же призрачный был ему роднее. Мужчина средних лет сильно разозлился, но контролировать нынешнюю ситуацию он не мог, поэтому посмотрел на князя Сюй с просьбой о помощи. В этот момент внезапно в стороне раздался громкий шум, а затем послышались крики. Там находилось несколько практиков, которых избивала маленькая фигура. Подобное происходило повсюду. Столица переполнена беспорядками. Пробормотал себе под нос князь Сюй. Час спустя, князь привел практиков империи ко дворцу. Неподалеку от них стояла группа фигур. Все они были примерно одного возраста, но некоторые выглядели очень старыми. Видимо, они вернули себе прежний внешний вид. Кем бы вы ни были, это императорский дворец великого неба, вам нельзя сюда заходить, заявил князь Сюй. Ха, а кто сможет нас остановить? Я слышал, что империя великого неба – самое процветающее место в мире практиков. Должно быть, у вас тут припрятано много сокровищ, верно? Отдайте их нам, и тогда с вами ничего не случится. В противном случае, господа, мой предок тоже вернулся из призрачного мира. Его сейчас нет в столице, но прошу вас, подождите его. Когда он вернется, мы все обсудим, сказал Хауцин. Твой предок? Ну и кто он? Он точно вернулся из призрачного мира. Спросил кто-то с насмешкой. Насколько сильным мог быть старший этого слабака? Моего предка зовут Святой Убийца Драконов. Улыбка на лице парня постепенно исчезла. Что это за дерьмовое имя? Никогда о нем не слышал. Ха-ха. Наверное, это какой-то безымянный практик, которых в великом мире Шэнь Ло было несчетное количество. Ну раз вы не слышали об убийце драконов, то должны были слышать имя Бэйсюань. В стороне прозвучал спокойный голос. Бэйсюань, все резко замерли и притихли. Как они могли не слышать этого имени? Так звали того, кто, по сути, был богом в Шэнь Ло. Подумав об этом, один из практик слегка нахмурился. Кто решил выставить себя лордом Бэйсюанем? Как ты смеешь вот так произносить имя великого божества? Вы в моем присутствии унизили мое имя. С чего вы решили, что можете это делать? Нинцы появился перед Хауцином и другими, уставившись на переродившихся, восстановивших свою практику. Толпа была поражена и сперва недоверчиво посмотрела на юношу. Постепенно на лицах людей стал зарождаться ужас. Некоторые из них видели нинцы лишь издалека, но даже так они не могли его ни с кем спутать. Высшее божество Бэйсюань прошептал один из мастеров и грохнулся на землю. Люди из мира живых были удивлены. Хотя они не совсем понимали, что происходит, но всем было очевидно, что для призрачного мира имя Бэйсюань значило очень многое. Что за чушь, какой еще Бэйсюань? Если вы хотите войти во дворец, то входите. Зачем вы тратите на них свое время? Люсюань подошел к группе и махнул рукой на нинцы. Бах! Юноша лишь взглянул на великана, как тот мгновенно превратился в кровавый туман. Мастер сферы пути умер от одного взгляда. Присутствующие переродившиеся в основном были в этой же сфере, поэтому, увидев случившееся с Люсюаним, тут же опустились на колени. Мастер, вы восстановили свою практику? Хауцин обратился к нинцы, но затем увидел Цзэйюнь, ин наставница. Глава 4429 Восстановление небесных чертогов наставница Получается, это госпожа Цзэйюнь, жена святого убийцы драконов. Князь Сю и другие были поражены тому, что своими глазами смогли увидеть столь легендарную фигуру, однако, больше всего их изумила сила нинцы. Столь непостижимая мощь, которая способна уничтожать врагов одним только взглядом. Подобного уровня способностей они никогда не видели и даже не могли себе вообразить. Практики призрачного мира, ведите себя подобающе цивилизованным людям. Я, владыка небесных чертогов, высшее божество Байсюань, собираюсь восстановить чертоги в столице империи Великого Неба. Если у вас будут вопросы, то приходите, неспешно проговорил нинцы, распространив свой голос на тысячи миль с помощью духовной энергии. Какое-то время бесчисленные взгляды были направлены на столицу, в них отражалось множество различных эмоций. Это он. Должно быть, я смог восстановить свою память и практику благодаря ему. Нин Байсюань. Империя Великого Неба, я помню то место. Никогда больше туда не пойду, чтобы не оказаться в его чертовой тюрьме, подвешенном на дереве. Муж. Фан Лэн Мин взглянула в сторону империи, после чего посмотрела на свою маму в этой жизни. На лице женщины отразилось удивление. Она, очевидно, тоже услышала голос нинцы. Мама, это был мой муж. Может, отправимся в столицу Великого Неба? Спросила девочка. Женщина слегка кивнула. Я никогда не покидала этого маленького места, так что буду рада пойти с тобой. Поскольку Фан Лэн Мин необъяснимым образом излечила ее болезнь, она постепенно стала принимать все ее слова за правду, а когда услышала слова юноши, то и вовсе перестала сомневаться. Спустя время огромное количество людей устремилось в одном направлении. Обычные люди, наблюдая за этим, предполагали, что это все проделки богов, поэтому стали преклонять колени с чувством благоговения. Империя Великого Неба – столица. На открытом пространстве перед дворцом стоял нинцы, заложив руки за спину. Служанки, евнухи и охрана дворца не осмеливались приближаться к нему. Только такие высокопоставленные чиновники империи, как князь Сюй, могли находиться рядом с ним. Также неподалеку от них послушно стояла группа переродившихся. Время шло день за днем и в какой-то момент в небе появилось множество огней, которые постепенно увеличивались в размерах. Люди догадывались, что это были практики из призрачного мира. В одно мгновение перед нинцей выстроились тысячи фигур. Дети, мужчины и женщины – все они выглядели взволнованно. Приветствуем лорда Бэйсюэня. Прибывшая группа была намного сильнее, чем тот же Люсюэнь, поэтому, когда князь Сюй и другие смотрели на них, то испытывали сильную дрожь. Практики из призрачного мира, которые не были связаны с небесными чертогами, пребывали в таком же состоянии. Все здесь. Взгляд нинцы пробежался по группе и постепенно на его лице появилась улыбка. Еще не все. Мгновением после на землю приземлился еще один мастер. Бум. Из-за сильного удара многие, пошатываясь, сделали пару шагов назад. Мастер. Нюхуан. Мастер – это я. Юноша слегка кивнул. Остальные должны скоро прибыть. Как только он это сказал, появилась еще одна фигура. Это был красивый молодой человек, совершенно не похожий на Нюхуана, что выглядел как бродяга. Брат Донфан. Нинцы сразу же узнал прибывшего и улыбнулся. Брат Нин. А где невестка и племянницы? Не знаю, но надеюсь их здесь увидеть. Раз память людей восстановилась, то его жена и дочери должны добраться сюда. Спустя некоторое время появилось еще несколько фигур. Чем больше за этим наблюдал князь Сюй вместе с остальными людьми мира живых, тем больше они пугались. Уровень практики прибывающих мастеров был все выше и выше. Но в то же время они задавались вопросами, почему мир так изменился и как практики призрачного мира оказались намного сильнее их. Видимо, была какая-то тайна, которую они не знали. Размышляя об этом, взгляд князя Сюй упал на спину Нинцы. Мужчина догадывался, что если кто и знает ответы, то это должен быть именно этот человек. Глава 4430. Сломаю эту тюрьму. Люди продолжали пребывать. Среди них одними из первых были Дагаутзы, Сяюэ, Личоу и Хучинзы. Они радостно разговаривали друг с другом и выжидающе поглядывали на небо. В какой-то момент на землю приземлилась маленькая девочка. Когда Сяюэ встретилась с ней взглядом, то сразу же поняла, кто она. Линер Сяюэ радостно бросилась к маленькой девочке. Сестра Юэ, Золинь слегка сомневалась. Это я, я, ответила девочка. Она была так счастлива, что наконец-то снова встретила свою названную сестру. За всем этим молча наблюдал Нинцы, но в какой-то момент Золинь, стоявшая рядом с ним, прошептала. Что ты будешь делать, когда все соберутся? Сломаю эту тюрьму, разумеется. Девушка одобрительно кивнула. Спустя столько лет тяжелой работы над его вызволением и поиском правды, результатом всего этого должно стать разрушение тюрьмы и выход в настоящий мир, где можно будет продолжить практиковаться и не чувствовать себя как птица в клетке. Вскоре после этого приземлились еще две фигуры, одна из которых была взрослой женщиной, а другая – маленькой девочкой. Девочка сразу же заметила Нинцы и хотела было подойти, но встретилась взглядом с Цзэйюнь. Она Фан Лэн Мин запомнила ту, кто пришла в тот день, когда она родила Нин Хаотянь. Девочка помялась немного и лишь затем направилась к ним. Болтовня вокруг постепенно стихла, так как все обратили внимание на Фан Лэн Мин, что с каждым шагом меняла свой облик, возвращая тот, каким он был в прошлой жизни. Великая госпожа. Толпа торопливо поприветствовала девушку. Великая госпожа. Мать Фан Лэн Мин была в шоке. Князь Сю и другие тоже удивились, понимая, что статус этой женщины в призрачном мире был необычным. Муж Фан Лэн Мин подошла к Нин Цзэй и как подобает поприветствовала его. Юнаша улыбнулся ей. Ты пришла, а это кто? Она моя мама в этой жизни. Нин Цзэй тут же поклонился женщине. Спасибо, что заботились о Лэн Мин. И пожалуй-то, женщина была смущена и чувствовала себя неуютно. А это кто? Лэн Мин посмотрела на Цзэйюнь. Однако не успел Юнаша ответить, как та сама проявила инициативу. Я жена Бэйсю Аня из мира живых. Тогда Хаотянь. Фан Лэн Мин неуверенно взглянула на девушку. В то же время к ним подошли Сяю и другие. Мы поговорим о ней чуть позже, сказал Нин Цзэй. Ты нашел ее? Женщина удивилась. Нашел, но ситуация с ней сложная. Юнаша старался не пугать жену, но Лэн Мин все равно почувствовала себя неспокойно. Месяц спустя почти все знакомые нинцы вернулись. Ну а те, кто не пришел, вероятно, за прошедшее время умерли несколько раз, поэтому, скорее всего, не смогли восстановить свою память. Юнаша решил, что пришла пора рассказать всем о великой тюрьме Небесной Звезды. Но как только он собрался заговорить, в небе появился серебряный дракон, который быстро превратился в сереброволосовую нашу и приземлился перед ним. Оба встретились взглядами и кивнули друг другу. После чего Эн Лун отошел в сторону, а Нин Цзэй, наконец, раскрыл людям правду. Как такое возможно? Это тюрьма. Тот, кто создал ее, его уровень силы. Князь Сюй был ошеломлен. Я разрушу эту тюрьму и отправлюсь исследовать мир бессмертных. Вам лучше тоже к этому подготовиться. Насколько я знаю, практика мира бессмертных не сильно отличается от нашей, сказал юноша. Я последую за вами хоть на край света. И я. Пойдем, Нин Цзэй посмотрел на Цзэйюнь. Девушка слабо кивнула, после чего обе фигуры исчезли. Когда же они появились снова, то оказались посреди пустоты. Перед ними находился дворец. Сперва я думала, что этот дворец – просто покой 109-го высшего божества, но после разузнала, что это центр тюрьмы Небесной Звезды. Юноша слабо кивнул и медленно поднял руку. Позади него начал вырисовываться гигантский дракон, но не один, а целых 18. В следующее мгновение они обрушились на дворец, охватив его ослепительным светом. Когда же вспышка померкла, строение было полностью разрушено. После чего окружающая пустота стала трескаться, словно зеркало. Нинцы схватил за июнь и вернулся в империю Великого Неба, тихо ожидая, чем закончатся все эти перемены. Люди вокруг были сильно удивлены тому, что творилось в небе. Спустя время, когда трещин стало очень много, пустота издала резкий звук и все разлетелось на куски. Пустота разрушилась, это. Князь Сюй с недоверием посмотрел на совершенно новый пейзаж, что постепенно проявлялся перед его глазами. В то же время, где-то на территории сильного клана мира бессмертных из пещер медленно вышел старик, чьи глаза светились серебряным светом. Он посмотрел на огромную долину впереди, посреди которой стояло здание, похожее на клетку. Оно было переполнено трещинами. Мой магический талисман третьего ранга разрушен. Но кто в тюрьме мог это сделать? Пробормотал себе под нос старик, испытывая сильную злобу. Ну хорошо, давай посмотрим, кто такой смелый. Глава 4431 Царство изначального бога внезапно из здания в форме клетки стали пробиваться лучи золотого света. В следующее мгновение в долине появились нинцы и другие люди. Однако при разрушении тюрьмы выход из нее имел определенные условия. Быстрее всего ее покидали самые сильные, а остальные – с задержкой, так что некоторым придется прождать довольно много, прежде чем они смогут выбраться оттуда. Оказавшись в долине, нинцы нахмурился. Когда он собирался использовать свою силу, чтобы окончательно разнести тюрьму, то внезапно ощутил поднимающуюся вдалеке ауру. Так это ты хозяин тюрьмы. Юноша ледяным взглядом посмотрел на старика. Ты в моей тюрьме смог стать святым владыкой. Сереброглазый старик удивился уровню силы нинцы, но затем рассмеялся. Ха-ха. Как жаль, что ты попался мне сейчас, так бы, возможно, даже достиг чего-то большего. Но теперь я отправлю тебя на тот свет. Прежде чем мы начнем, могу я спросить, с какой целью ты держал стольких людей в тюрьме? Моя раса перворожденных и люди – великие враги. В прошлом ваша человеческая раса имела сильного мастера и почти уничтожила нас. Думаю, дальше объяснять причину моих действий нет смысла, верно? Я святой владыка перворожденных Аубо, тот, кто станет последним, что ты увидишь в этой жизни. Пока старик это говорил, он совсем не заметил, как таинственная сила вырвалась из пустоты и мгновенно окутала его. Аубо резко остолбенел, ощущая сильные мурашки по всему телу. Это аура. Как? Божественная милость Бога смерти. Как это возможно? Как ты связан с тем человеком? Отвечай мне. В глазах старика вспыхнул обезумевший блеск. Юноша проигнорировал его рев. Божественная милость вернет время вспять. Аура Аубо продолжала дрожать, что отражалась на его лице следом ужаса. Невозможно. Как мог в моей тюрьме оказаться Бог смерти? Кто ты такой? Голос старика стал писклявым, словно у испуганной женщины. Фан Лэн Мин и остальные наблюдали за этим в недоумении. Хозяин тюрьмы выглядел таким слабым. Через некоторое время сила Аубо стала уменьшаться и он начал постепенно молодеть. Однако сам старик не обращал на это внимания, так как видел своими глазами, как сила Бога смерти уничтожала людей, не оставляя после них ничего, даже шанса на перерождение. Именно из-за этой силы его и прозвали Богом смерти, только он был способен забирать жизнь навсегда. Не убивай меня. Вы только что вышли из тюрьмы и мало что знаете, я же могу вам все рассказать. В панике закричала Аубо. Теперь, после воздействия божественной милости, даже Фан Лэн Мин и другие смогут его легко убить. Если он ничего не предпримет, то полностью исчезнет, будто его никогда и не существовало. В данный момент старика не заботила вражда двух рас. Он переживал исключительно за свою жизнь. Нинци спокойно сказал. Тогда рассказывай, что ты знаешь. Можешь начать с вражды между нашими расами. Лучше отвечай быстро и четко, иначе исчезнешь с моих глаз. Через полчаса Аубо в общих чертах рассказал обо всем, что знал, даже о происхождении перворожденных, а также о том, почему у него была такая глубокая ненависть к человечеству, и почему ему нравилось бросать людей в тюрьму. Юноша был сильно удивлен тем, что сила удачи, о которой ранее говорил Ин Лун, действительно существовала в мире бессмертных. Однако в тюрьме он никогда ее не чувствовал и не верил в эту чепуху. Я уже рассказал тебе все, что знаю. С твоей силой ты почти непобедим. Не убивай меня, я все равно ничего уже не смогу сделать, пробубнил старик. Но как только его голос стих, из пустоты раздался ужасающий рев, встряхнувший весь мир. После чего появилось сильное давление и образовался разрыв в пространстве, из которого сперва вылезла нога, а потом и тело. В итоге перед людьми предстал гигант сотню метров ростом. Он был весь красный, похожий на человека без кожи. Его лицо было очень худым, в глубоких глазницах горели огни, а из алба торчали два извилистых рога. Это родной мир того человека, ха-ха. Никогда бы не подумал, что смогу попасть сюда. Гигант осмотрелся и разразился смехом, переполненным гордостью. Его аура была в несчетное количество раз выше, чем у нинцы, словно они были двумя разными формами жизни. Первый – человеком, а второй – муравьем. Девятое царство. Юноша быстро нашел объяснение такому явлению. Дети мои, схватите всех святых владык, мы сможем продать их за пару божественных монет в царстве изначального бога, а остальных убейте и разрушьте тут все к чертовой матери. Я хочу увидеть, как весь мир того негодяя превратится в руины. Взревел красный гигант. Позади него стали появляться фигуры. Уровень их практики был не таким высоким, как у него, а был ближе к силе нинцы и ему подобных. Царство изначального бога. Ты древний бог. На лице оба отразился шок. Кроваво красный гигант посмотрел на него и холодно фыркнул. В следующий момент тело старика превратилось в прах. Однако на этом сила великана не остановилась и поразила всех вокруг нинцы, в том числе тех, кто еще не вышел из тюрьмы. Одно его холодное фырканье стерло всех в пепел. Юноша хотел всех защитить, но его сила мгновенно рассеялась из-за того, что красный гигант схватил его своей большой ладонью. Нинцы оказался скован его силой, что в десятки тысяч раз превосходило уровень восьмого царства. Глава 4432. Вы хотите жить или умереть? Юноша какое-то время был ошеломлен, но после его глаза налились кровью и он высвободил всю силу, что таилось внутри него. Однако даже так все его потуги были заблокированы окружающей красной энергией гиганта. Эй, а ты довольно сильный святой владыка. Кровавый гигант посмотрел на Нинцы с удивлением. Энергия великана непрерывно сопротивлялась силе юноши, из-за чего от его ладони исходили внушительные колебания. Обычный святой владыка не смог бы сопротивляться ему даже секунду, но этот парень был другим. Он – древний бог, причем не самый слабый в царстве изначального бога. Его уровень силы был намного выше, чем у святого владыки. Такой, как ты, должен стоить много. Посиди спокойно и не шуми, ухмыльнулся гигант и сомкнул ладонь, лишив Нинцы возможности двигаться. После чего он посмотрел на свою небольшую армию. Отправляйтесь выполнять мой приказ. Нападение гиганта и его людей было молниеносным. Нинцы своими глазами наблюдал, как живые существа различных рас оказывались либо убиты, либо попадали в плен. Древний бог, девятое царство. Пробормотал себе под нос юноша, пребывая в полузатуманенном состоянии. Перед ним все еще стояла та сцена, где его люди мгновенно превратились в прах. Она не давала ему покоя до тех пор, пока со стороны не раздался ужасающий рев дракона. Они не могли умереть, у меня есть божественная милость, я могу повернуть время вспять и возродить их. Подумал про себя юноша, постепенно успокаивая хаос в своем сердце. Даже в той тюрьме он смог повернуть время назад, а ведь тогда его практика была намного ниже, чем сейчас. Он мог постараться воскресить Фан Лэн Мин и других. Вот только Нин Ци не был уверен в своих силах, ведь его люди не были обычными людьми и их убила сила практика девятого царства. Скорее всего, ему нужно преодолеть последнюю преграду и достичь следующей сферы, только тогда у него будет шанс все изменить. Кроме того, кровавый гигант не собирался его убивать, а планировал продать в царстве изначального бога, что было ему на руку. Пока он жив, он обязательно достигнет той силы, где уже ничто, даже само мироздание, не сможет ему помешать. Юноша также запечатлел в своем сердце внешний вид красного гиганта и поклялся, что обязательно отомстит. О, в этом маленьком месте есть драконы. Гигант загремел своим басистым смехом. Неподалеку от него появилась фигура, покрытая яркими чешуйками. Она была даже больше, чем он. Это был самый настоящий гигантский дракон, чьи глаза смотрели на кровавого монстра. Старший древний бог, почему вы нарушили клятву древних богов и пришли сюда убивать невинных слабых людей? Спросил дракон сдержанным тоном. Пока он говорил, позади него пребывали фигуры. Все они были святыми владыками, которые были напуганы появлением красного гиганта, но благо тут находился этот дракон, что немного успокаивало людей. Ты знаешь о клятве царства изначального бога? Ха-ха, с чего я должен следовать ей ради вас? Рассмеялся монстр и протянул руку, схватив гигантского дракона своей силой. Хотя дракон был самым сильным среди присутствующих святых владык, но даже он ничего не мог сделать. Император драконов проиграл. Толпу практиков прошит холодный пот. Вы все хотите жить или умереть? Спросил гигант, взглянув на людей. Святые владыки переглянулись и молча приняли свою судьбу. Глава 4433. Бог Сиа-Юэлан, разумеется, у них не было выбора. Увидев скорченное лицо императора драконов, борющегося с силой великана, присутствующие святые владыки решили сдаться. Армия кровавого гиганта, подобно саранче, продолжала сметать все на своем пути. Где бы она ни проходила, после нее оставалась лишь мертвая, выжженная земля. Оказавшиеся в плену люди в ужасе наблюдали за этой картиной и задавались вопросом. Неужели великан хочет уничтожить весь мир бессмертных? В этом же не было никакой причины, почему он относился к их миру столь жестоко. Пока все об этом думали, из пустоты вдалеке внезапно появилась армия рыцарей, облаченная в черные доспехи, командир которой восседал на экипированной в железную броню лошади. Рыцари шли широким строем по пустоте прямо в сторону гиганта. Кровавый монстр остолбенел от их появления, а его подчиненные со страхом начали пятиться назад. Ура, это черная стража. Наш мир бессмертных спасен. Радостно закричал один из схваченных святых владык. Люди бога смерти. Разве вы не должны сейчас сражаться против бога Сю, почему вы появились здесь? Вы что, намеренно устроили мне засаду? Невозможно. Никто не мог знать заранее, что я отправлюсь сюда. Гигант был шокирован и ощущал приступ паники. Он моментально растерял свой прежний победоносный вид и стал походить на маленькую девочку, что испугалось воображаемого чудовища под кроватью. Нинци был удивлен столь резкой переменой, ведь как мог практик девятого царства чувствовать страх? Он не ощущал слишком уж сильной ауры от этой группы рыцарей. Все они были мастерами восьмого царства, но, как тогда понимать столь странную реакцию великана? Люди в черных доспехах вели себя очень холодно и неподвижно смотрели прямо на красного монстра. Спустя пару мгновений они расступились и пропустили вперед фигуру, которая с безразличным видом окинула взглядом гиганта. Бог Сяюэлан, ты не должен быть здесь. Как же? Кровавый монстр уставился на фигуру, а Нинци, находясь в его ладони, почувствовал, как тот задрожал. Это можно было объяснить лишь тем, что сила этого человека была еще выше. Что Бог Сю мог сделать? Он уже обезглавлен. Господин просто устроил представление, чтобы вычислить непокорных, подобных ему и тебе, ответил мужчина. Юэлан, отпусти меня, я не сделал ничего плохого. Обещаю, что больше сюда не вернусь, сказал гигант хриплым голосом. Святые владыки мира бессмертных уставились на фигуру перед рыцарями. Бог Сяюэлан, всем, в том числе императору драконов, было очевидно, что прибывший древний бог их спасет. Иначе с чего бы тогда кровавый монстр так его боялся? Господин приказал убить всех, кто нарушит клятву, так что ты сам вырыл себе могилу, сказал мужчина. Гигант предпринял последнюю попытку сбежать, но его тело успело погрузиться в пустоту лишь наполовину, как вдруг серповидный клинок разрубил его надвое. Я. Великан медленно повернул голову, встретившись взглядом с Юэланом, но не успел договорить, поскольку взорвался на множество кусков, которые разлетелись по сторонам. Остальных убить никакой пощады, приказал мужчина своим подчиненным. Черная стража безмолвно бросилась в атаку на людей кровавого гиганта. Любой, кто пытался от них убежать или дать им отпор, заканчивал жалким образом. Нинцы и гигантский дракон вернули себе свободу. Дракон задумчиво взглянул на юношу, в то время как тот спокойно наблюдал за происходящим. Некоторое время спустя всех подчиненных великана убили. Область, в которой находились выжившие люди, была окрашена в красный цвет и имела тяжелый железный запах крови. Бог ся, дракон хотел было обратиться к мужчине, но тот, нахмурив брови, посмотрел на Нинцы. Аура в твоем теле очень странная, ты святой владыка, но твоя сила в тысячу раз выше, чем у любого подобного уровня. Из какой-то ветви человеческой расы, в тысячу раз сильнее. Практики и гигантский дракон посмотрели на юношу вопросительными взглядами. Откуда он взялся? Я лишь недавно прибыл в мир бессмертных, ответил Нинцы и следом поклонился. Спасибо, старший, за помощь, но у меня есть срочные дела, поэтому я пойду. После чего юноша направился обратно в долину, где он вышел из тюрьмы. Там он хотел попробовать возродить своих родных божественной милостью. Глава 4434 Единственный способ, бог ся, этот человек на самом деле в тысячу раз сильнее себе подобных. Император дракон посмотрел в сторону, куда ушел Нинцы. Ну, его аура довольно особенная. Думаю, у него есть право отправиться в царство изначального бога, ответил мужчина. Что? На лице дракона и остальных святых владык отразился шок. В мире бессмертных было очень мало людей, которые могли бы получить такую возможность. Столь высокая оценка от ся Юэлана заставила практиков задуматься о происхождении юноши. Если все, что сказал мужчина, правда, то, получается, какой-то неизвестный парень, прибывший из низшего мира, оказался намного лучше, чем большинство из них. Им было тяжело принять этот факт. Все же где, если не в мире бессмертных, можно стать достойным мастером и получить возможность отправиться в царство изначального бога? Должно быть, он просто спал где-то на краю их мира, а появление кровавого гиганта разбудило его. Император драконов в последнее время в царстве изначального бога стало неспокойно. Скорее всего, таких наглецов, как этот, будет много, поэтому господин приказал мне запечатать ваш мир, чтобы никто не мог сюда проникнуть. Однако, когда я это сделаю, в течение следующего миллиона лет никто не сможет покинуть этот мир, сказался Аюэлан. Запечатать их мир на миллион лет. Люди были шокированы. Один из мастеров спросил. А вдруг кто-то из нас станет древним богом? Неужели он тоже не сможет отправиться в царство изначального бога? Да, так и есть. Но среди вас мужчина посмотрел на людей. Ни у кого из вас нет достаточно крепкой основы и таланта, чтобы достичь этой сферы. Несмотря на то, что все были немного недовольны, они не осмелились опровергнуть слова бога Сяюэлана. Я собираюсь установить великую божественную формацию, но вы можете продолжить заниматься своими делами. Она все равно никак на вас не повлияет, сказал мужчина. Хорошо. Нинци вернулся в долину и сразу же высвободил силу божественной милости. Испепеленная область постепенно восстановила тот вид, который имела до прихода кровавого гиганта. Но тюрьма, Фан Лэн Мин и другие так и не появились. Будто какая-то сила блокировала его собственную и не давала возродить их. Эта сила, вероятно, осталась от мертвого великана. Поскольку его практика была ниже, он не мог перешагнуть через вражескую энергию. Окружающую среду восстановить можно, так как она пострадала лишь поверхностно, а вот жизни людей. Нинци стиснул зубы и сжал кулаки, как вдруг сила божественной милости стала в несколько раз мощнее. Время шло минута за минутой. Прошел день, два, месяц, два месяца. Юноша уже не помнил, сколько раз он истощал себя, но все его потуги заканчивались безрезультатно. Жалость переполняла его сердце, ведь, как бы он ни старался, не мог вернуть своих близких. В пустоте за каждым его движением следила пара глаз, но сам Нинци об этом не знал. Почему его сила так похожа на ту, которой владеет господин? Подумался о Юэлан и почувствовал, что ему нужно отвезти этого парня к мастеру. Обдумав это, он появился перед Нинци. Это бесполезно, сказал мужчина. Юноша взглянул на него и горько улыбнулся. Старший знает, что я делаю. Твоя сила связана со временем, я ощущаю ее. Если я правильно понял, то тебя и твоих людей схватил тот гигант, из-за чего твои близкие погибли. Ты же пытаешься их вернуть, верно? Да, так и есть. Вы знаете способ, как мне это сделать? Его нет, даже я со своей силой не способен на это, хотя, если бы тут был мой господин, то он, скорее всего, смог бы повернуть время вспять. Глазонинцы загорелись надеждой. Старший, пожалуйста, можете познакомить меня с вашим господином. Он сейчас очень занят делами в царстве изначального бога, поэтому не сможет тебе помочь, сказал бог Сиа. Я могу подождать, пока он освободится. Кто знает, сколько тебе придется ждать. Возможно, твоя жизненная сущность к тому моменту будет исчерпана. Однако есть один вариант, как ты можешь помочь сам себе. Если твоя практика достигнет определенного уровня, то тебе будет под силу самостоятельно осуществить то, что ты хочешь. Верно. Скорее всего, это единственный способ, но звучит он больше как сказка. На лице мужчины появилась кривая улыбка. Он не стал предлагать этого раньше, потому что парню придется достичь уровня его господина, а это даже звучит нелепо. Глава 4435. Сделка Нинцы помолчал немного, а затем спросил. Старший, где я быстрее всего смогу достичь подходящей силы? В царстве изначального бога. Хотя ты еще не создал божественное тело, но там у тебя будет больше шансов стать древним богом. Только достигнув этого уровня, ты сможешь воскресить своих людей. Царство изначального бога. Глаза юнаши задрожали. Он понимал, что незнакомый ему мастер не стал бы просто так подходить и отвечать на его вопросы, а значит, у него была какая-то конкретная цель. Старший, вы можете сказать то, что хотели, сказал Нинцы, уставившись на мужчину проницательным взглядом. Ся Юэлан слабо улыбнулся. Один из ныне сильнейших древних богов царства изначального бога родом из мира бессмертных. Если он узнает, что в его мире появился еще такой же гений, то будет очень этому рад. На этот раз я пришел сюда запечатать этот мир, чтобы обезопасить его. Однако, когда я это сделаю, то никто уже не сможет покинуть это место в течение миллиона лет. В связи с этим я хотел бы спросить тебя, готов ли ты отправиться со мной в царство изначального бога? Да, готов. Без колебаний ответил юноша. Все, что сказал мужчина, было правдой. Стало быть, он не мог оставаться в этом месте. Если раньше мил ли он лет, он мог подождать.